Добрый день, глубоко уважаемые коллеги и гости. Сегодня 22 апреля 2021 года в 15.00 по московскому времени. Позвольте заседание диссертационного совета по защите диссертации Сухачёва Елены Юрьевны на соискание учёной степени доктора географических наук по научной специальности 25.0023 физическая география и биогеография, география почвы и геохимии ландшафтов на тему «Почвы и почвенный покров антропогенно-преобразованных территорий считать открытым». Приказом учёного совета СПБГУ Гнётова от 12 января 2021 года, номер 26.1, я Лисовая Софья Николаевна, доктор географических наук, доцент, профессор кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПБГУ, назначена председателем данного диссертационного совета. Этим приказом утверждены члены диссертационного совета. Разрешите их представить. Чистяков Кирилл Валентинович, доктор географических наук, доцент, директор Института о земле СПБГУ. Макиев Александр Олегович, доктор биологических наук, доцент кафедры географии почв Московского государственного университета имени Ломоносова. Присутствуют здесь. В режиме удалённого доступа находятся Андроханов Владимир Алексеевич, доктор биологических наук, директор Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук, вы нас видите, слышите? Да, ответ положительный. Галя Ачкин Сергей Викторович, доктор географических наук, главный научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Вы нас видите, слышите, Сергей Викторович? Да, да. Камеру, пожалуйста, включите. Сейчас, секунду. Да, Сергей Викторович. Всё, ответ положительный. Красильников Павел Владимирович, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, ИО, декана факультета почвоведения Московского государственного университета имени Ломоносова. Павел Владимирович, вы нас видите, слышите? Да, вижу, слышу. Это положительный. Лапа Виталий Витальевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН Белоруссии, директор Института почвоведения и агрохимии, Национальной академии наук Беларуси. Беларусь, вы нас видите, слышите? Да. Держу, слышу, хорошо. Очень хорошо. Член диссертационного совета Иванов Игорь Васильевич, доктор географических наук, который работал в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук отсутствует, к сожалению. Но, несмотря на свою преждевременную кончину, мы ему очень благодарны, потому что он успел нам прислать отзыв. С нами присутствует соискатель Сухачева Елена Юрьевна. Также на заседании присутствует научная консультанция искателя, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор кафедры почвоведения и экологии почв СПБГО, Апарин Борис Федорович. Для улучшения качества связи прошу вас, уважаемые коллеги, находящиеся в удаленном режиме, выключать свои микрофоны, но не забывайте их включать, пожалуйста, когда вам будет предоставлено слово. Сообщаю также, что ведется аудиозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте СПБГО. Осуществляется синхронный перевод выступлений с русского на английского или с английского на русский. На прямой трансляции диссертационного совета в данное время размещен адрес электронной почты, по которому в течение заседания все слушатели могут высказать свое мнение и направить вопросы соискателю онлайн, касающиеся его диссертации и текущего научного обсуждения выступления, тем самым принять участие в научной дискуссии. Эти вопросы техническими службами будут предоставлены мне, и я озвучу их во время дискуссии. Напоминаю, что вопросы должны иметь отношение к выступлению соискателя и содержанию ее диссертации. Обязательно указано фамилия, имя, отчество, должность и место работы автора вопроса. Также отмечаю, что вопросы, не имеющие отношения к научной дискуссии, к обсуждению диссертации, к тексту и оценке самой диссертации, и анонимные вопросы озвучиваться не будут. В соответствии с порядком присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденной локальными нормативными актами с ППГУ, далее будет отмечаться как порядок, заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее четырех человек. Наш диссертационный совет состоит из восьми человек, присутствуют всем, в том числе четыре члена совета в удаленном интерактивном режиме. С ними обеспечен аудиовизуальный контакт. Таким образом, кворум есть. Дальше я по протоколу должна огласить следующий регламент сегодняшнего заседания диссертационного совета общей продолжительностью ориентировочно два часа. Первое. Краткая информация председателя о соискателе и представленных соискателем ученой степени документов, на что, возможно, займет пять минут. Второе. Краткий доклад соискателя ученой степени, отражающий основные положения своего исследования, примерно 20 минут. Вопросы к соискателю строго по докладу, не более двух минут на один вопрос. Ответ соискателя не более пяти минут. Выступление всех членов диссертационного совета поочередно со своей оценкой диссертационного исследования и выступления соискателя с вопросами и предложением диссертанту, примерно 10 минут на выступающего. Шестое. Выступление председателя со своей оценкой диссертационного совета, примерно 10 минут. Отзывы соискателя ученой степени на вопросы и замечания членов диссертационного совета, не более 20 минут. Восьмое. Открытая дискуссия. Выступление по желанию присутствующих на защите диссертации лиц с кратким изложением своих позиций или конкретными вопросами и предложениями к диссертанту строго по теме исследования, не более двух минут на каждого желающего. При этом все желающие просим зарегистрироваться в регистрационном листке, а перед своим выступлением полностью представиться. Девятое. Представление председателям вопросом в адрес соискателя, пришедших в порядке обсуждения в выступлении научной дискуссии по трансляции заседания диссертационного совета на сайте СПБГУ. Обращаю ваше внимание, что письменные вопросы, оглашения которых занимает более двух минут, озвучиваться не будут. Ответы соискателя не более двух минут на один вопрос. Одиннадцатое. Выступление научного руководителя соискателя не более трех минут. Двенадцатое. С обсуждением членами диссертационного совета перед открытым голосованием результатов защиты, на время которого звук трансляции отключается, что займет примерно пять минут. Тринадцатое. Открытое поименное голосование под счет голосов председателям диссертационного совета с заседанием результатов протокол заседания. Четырнадцатое. Принятие решения о присуждении или не присуждении ученой степени. Пятнадцатое. Заключительное слово соискателя не более двух минут. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы или возрождение по данному регламенту? Если возражений нет, перейдем к реализации регламента заседания. Прежде всего, прошу отключить звук мобильных телефонов. Уважаемых коллег по диссертационному совету, находящихся в удаленном решении, прошу телефоны не выключать для оперативной связи с вами в случае технических сбоев. Спасибо за понимание. Итак, приступаем к ведению заседания. Диссертация Сухачева Елены Юрьевны на соискание ученой степени доктора географических наук по научной специальности 25.0023, физическая география и биогеография, география почек, геохимия, ландшафтов на тему почвы и почвенный покров антропогенно-преобразованных территорий, принято к защите приказом ученого совета из ПБГУ Гнетова от 23 декабря 2020 года номер 11666-1. Сухачева Елена Юрьевна написала свое диссертационное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Научным консультантом является доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры почвоведения и экологии почв из ПБГУ Апарин Борис Федорович. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку 18 работ, в рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного Минобром РФ 9 публикаций, в изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus 8 публикаций, кроме того, одна глава в коллективной монографии, также монография индексируется в базе данных Scopus. Соискатель представила ученому секретарию СПБГУ полный пакет документов для принятия к рассмотрению защиты диссертации. Все документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 порядка. Все представленные соискателем документы по полученной мной информации от куратора соответствуют требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Копии есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на заседании. Перед тем, как предоставить слово соискателю, вопрос к членам диссертационного совета. Есть ли, уважаемые члены диссертационного совета, у вас общие вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость оглашать и рассматривать весь список представленных соискателем документов на защиту? Полагаю, что нет надобности? Ну, насколько я поняла, вопросов нет, соответственно, мы и не будем оглашать полный список. Значит, теперь предоставляется слово Елене Юрьевне. Пожалуйста, краткий доклад соискателя примерно на 20 минут. Напоминаю, да, регламент. Пожалуйста, Елене Юрьевне. Работа имеет практическую значимость для оценки ресурсного потенциала и прогнозирования этого поведения ресурсного потенциала и планировали мероприятия по рациональному природопользованию. Цель работы была определена, как исследовать закономерности пространственно-временной изменчивости почв и структур почвенного покрова при антропогенном воздействии на территории двух субъектов Российской Федерации – крупного индустриального и агропромышленного региона Ленинградской области и современного мегаполиса Санкт-Петербург. Ленинградская область. На территории Ленинградской области представлены как все ландшафты, характерные для северо-запада России, так и все типичные территории антропогенно-преобразованные, характерные для лесной зоны. На территории Санкт-Петербурга представлены все зоны, характерные для больших городов – это селитебная, промышленная, рекреационная и так далее. В соответствии целью было поставлено 8 задач. Здесь они скомпонованы для краткого представления. Был изучен антропогенный фактор формирования почвенного покрова. Был исследован компонентный состав почвенного покрова, структура почвенного покрова. На основе полученных знаний были разработаны принципы создания почвенной карты, отображающей современное состояние почвенного покрова, и созданы почвенная карта Ленинградской области масштаба 1 к 200 тысячам и почвенная карта Санкт-Петербурга масштаба 1 к 50 тысячам. Во второй части работы были изучены пространственно-временные ряды почв и структур почвенного покрова, на сельскохозяйственных угодьях области и в мегаполисе. На основании этого были определены принципы создания карт реконструкции почвенного покрова и созданы карты реконструкции области и Санкт-Петербурга. На основании всех полученных знаний были определены эволюционные тренды почвенного покрова при антропогенном воздействии. Объекты исследований все находились на территории Ленинградской области, которые описаны в данной работе. Исследование началось с 1985 года, и были исследованы ключевые участки, находящиеся как в естественных ландшафтах, так и на антропогенно преобразованных территориях. Всего было заложено сотни почвенных разрезов, я не смогла посчитать точное количество. Был исследован антропогенный фактор формирования почвенного покрова, причем была проанализирована структура современного хозяйствования в Ленинградской области, так и сделан ее ретроспективный анализ. В истории землепользования на территории области, как и всего Северо-Запада, можно выделить несколько этапов, которые представлены здесь. Я остановлюсь только на ключевых моментах. К 1600 году поселений было достаточно много уже на территории Приневья, но все они были приурочены к берегам крупных рек, дренированным местоположением. Максимальное количество освоенных земель было к середине XVIII века, а вот в XX веке, когда началась масштабная мелиорация и применение удобрений, получился качественный скачок в развитии сельского хозяйства. Однако надо отметить, что здесь уже не было учтено ландшафтные особенности территории. Желтым показаны сельскохозяйственные поля. На территории мегаполиса можно выявить следующую закономерность. Уже по фрагменту шведской карты в 1704 году можно судить о том, что на территории города было достаточно много поселений, и город потом впоследствии разрастался на территории, освоенной вокруг этих поселений. Так продолжалась до конца XX века карта, показанная на 1991 год, когда мы видим вокруг мегаполису массу сельскохозяйственных земель. Вот эта тенденция сейчас, наверное, будет нарушена, потому что в плане до 2025 года развития Санкт-Петербурга город наступает на сельскохозяйственные территории, при этом не осваивая новых земель под сельхозугодья. По исследованию компонентного состава почвенного покрова можно сказать следующее, что все почвы, которые были обнаружены на территории области, были подразделены условно на четыре группы. Это антропогенно измененные почвы лесных ландшафтов. Не перечисляю, единственное скажу, что были очень интересные разности обнаружены. Например, эллювозема кисленно-глеевой. Аналога этой почвы нет в естественном почвенном покрове, и также ее нет и в классификации. Эта почва образовалась в Лисинском лесхозе, где более 150 лет назад было проведено первое в мире и в России осушение лесных земель, и таким образом сформировалась вот такая интересная почва. Следующая группа – это почвы сельхозугодий. Здесь типичными почвами являются агроестественные почвы, агроземые и окисленно-глеевые варианты. На территории области очень много исторических парков, которые были исследованы нашими питерскими почвоведами, ну и также собственные исследования показали, что на территории парков очень широкий спектр почв, которые, собственно, были вот сейчас уже озвучены по первым двум группам. Спецификой являются стратоземы. Это стратоземы, обнаруженные в парке Монрепо, Карельский перешей, Квыборгский район. Ну и последняя группа – это почвы урбанизированных территорий. Понятно, что на территории города встречаются и все антропогенно преобразованные почвы, которые я показала ранее. Однако спецификой именно урбанизированных территорий являются вот такие почвы, профиль которых, собственно говоря, сконструирован человеком. Ну и так как в последние годы очень большое внимание почвоведов России и мира уделено почвам городов в связи с усиливающейся урбанизацией, и в частности, внимания очень много уделено классификации почв этих территорий, мы также рассмотрели классификационную схему, предложили классификационную схему почв урбанизированных территорий. Для этого была построена теоретическая схема вообще, что человек может сделать с почвой. На самом деле вариантов не так много. Мы можем почву… В почве могут быть турбированные горизонты перемешать, мы можем почву засыпать, мы можем часть горизонтов срезать вплоть до породы, и мы можем почву сконструировать. Так вот эти все варианты, которые находятся не в прямоугольничке, они, собственно говоря, отражены в действующей классификации почв России 2004 года. Вот те варианты, которые находились в прямоугольнике, здесь особый разговор. Дело в том, что многие из них не являются объектами классификации, ни классификации России, по которой мы работали, ни классификации VRB, Международной реферативной базы данных почвенных ресурсов. И таким образом остается только один вариант, это внизу, который находится, вот этот вот, для которого необходимо найти место в классификационной системе. Значит, мы разработали принципы классификации почв урбанизированных территорий. Скажу только два. Это единство подходов к классификации всех почв, и в эту классификацию, конечно, должны быть все включены почвы, как естественные, так антропогенно преобразованные, так и сконструированные человеком. Вообще, надо отметить, что, по моему мнению, нельзя создать классификации почвы городов. Почему? Города находятся в совершенно различных природных зонах мира, и в каждом городе есть как естественные почвы, так и антропогенно преобразованные. Поэтому для создания вот такой классификации почв городов придется сначала в нее включить все естественные разности, и только потом какие-то урбанизированные. Поэтому, на наш взгляд, необходимо в существующие классификационные схемы включать вот эти почвы урбанизированных территорий. Предложение по классификации этих почв. Специфика этой почвы в том, что она состоит из привнесенного гумусового горизонта, залегающего на подстилающей породе. Было предложено в стволе синлитогенных почв ввести отдел педоалахтонных. В отделе педоалахтонных выделено 7 типов по характеру верхнего горизонта, а во всех типах возможно выделение подтипов по наличию в субстрате признаков. Например, в Питере очень много наносных территорий, и мы ввели тип водноаккумулятивный, который отличается тонкой слоистостью, характерный для намытых грунтов. Человек воздействует, конечно, не только на почвы, но и на почвенный покров. Ой, прошу прощения, я перескочила. Дальше были исследованы свойства почвы урбанизированных территорий. На территории города в центральной части было заложено более 80 разрезов. Была дана характеристика гумусовых горизонтов по мощности, по плотности, по тяжелым металлам наличию, по реакции среды, гранометрическому составу и так далее. Остановлюсь только на двух параметрах. Исследования выявили, что радиоуглеродное датирование органического вещества из образцов почв в центральной части города – это возраст от 500 до 3000 лет, что говорит о том, что эти все горизонты привнесенные, а сформировались они в естественных условиях. Об этом же говорит и сравнение токсономической структуры микробиоми на уровне фил. Мы видим достаточно большую схожесть почв города и естественных, или агропочв. А вот токсономическая структура микробиома на уровне видов показывает уже изменившиеся условия. Человек воздействует не только на почву, но и на структуру почвенного покрова. Естественный почвенный покров всегда является континуальным образованием. А вот из-за масштабов антропогенного воздействия физические разрывы стали в почвенном покрове широко распространенным явлением. Мы отталкивались именно от этого положения. И при исследовании почв антропогенно преобразованных территорий нами были выделены 16 антропогенно измененных и антропогенных структур почвенного покрова. Под антропогенно измененными СПП мы понимаем почвенные комбинации с частично нарушенными межкомпонентными связями. Компонентом составе этих структур почвенного покрова, как правило, преобладают антропогенно преобразованные разности. Приведу примеры. Это лесозаготовительные. Были определены дешифровочные признаки и дана характеристика всех этих 16 типов. Это лесозаготовительные, это магистральные, противопожарно-лесные, милиаративно-лесные, поствоенные, рекреационно-лесные, агролесные, постагрогенные, агрогенные, агромилиаративные, рекреационно-парковые. На территории парка встречаются практически все виды структур почвенного покрова, которые были названы ранее. Но это еще не все. Есть территории, где почвенный покров настолько сильно преобразован, что он отличается как от естественного, так и от антропогенно преобразованного. Такие структуры почвенного покрова нами были выделены как антропогенные. Для таких территорий характерна дискретность почвенного покрова, в отличие от естественного почвенного покрова и даже антропогенно преобразованного. Компонентами в этих СПП являются антропогенные или значительно преобразованные деятельностью человека почвы. А также здесь обязательно наличие непочвенных образований, НПО, являющиеся причиной дискретности. На территории области были выделены 4 группы антропогенных СПП. Первая группа – это урбанизированные. И вот при исследовании урбанизированной группы нами мы были вынуждены ввести термин почвенное урбанизированное пространство и урбопедокомбинация. Почему? Потому что почвенный покров на территории города дискретный. И говорить, что это почвенный покров, немножко, наверное, некорректно. Дальше я буду пользоваться именно термином урбанизированное пространство. Следующая группа, помимо урбанизированных, это агроурбанизированные. Они отличаются и чейстым строением, и самое главное, что здесь преобладают агроземы. Следующие – линейные симметричного строения дорожные СПП и радиально-концентрические горно-рудные структуры почвенного покрова. При исследовании нами были обнаружены значительные изменения не только почвенного покрова, но и факторов почвообразования. Это рельефы, в первую очередь, и почвообразующих пород. Антропогенные изменения неравномерно распределены в пространстве. Некоторые типы СПП встречаются во всех ландшафтах области, а другие строго приурочены к определенным условиям. Например, магистральные пересекают все ландшафты, рекреационные, например, жестко привязаны только к сухим сосновым лесам и побережью Финского залива и Ладожского озера. Основные площади агромелиоративных СПП находятся на моренных и озерно-ледниковых равнинах. Защищаемые положения не читаю. Принципы типологии дальше были разработаны. Вообще разработаны типологии структур почвенного покрова. Принципы основные. Это принцип преемственности. В основу положено учение о структуре почвенного покрова Фридланда. Второй принцип – это единство категорий, используемых для группировки естественных, антропогенно-преобразованных и антропогенных СПП. Нами были использованы пять категорий. Отдел класс, подкласс, тип, серия. Собственно говоря, это те категории, которые были предложены Владимиром Марковичем. И здесь показан пример типизации естественных СПП по Фридланду, антропогенно-преобразованных и антропогенных. Во второй части работы, как я сказала, проведен анализ пространственно-временного изменения почвенного покрова. Прежде всего, это было сделано на сельхозугодьях области. И здесь представлена трансформация профиля дерново-подзолистой глеевой почвы, типичной почвы, на сельхозугодья. Здесь дерново-подзолистая глеевая почва вначале, дальше она претерпевает несколько этапов изменений. В конце концов, мы получаем агродерново-подзолистую, агрозем и почву на дренажные засыпки. Идет реконструкция дренажной сети, и все получается то же самое, опять, да, трех же видов. То же самое проделано с остальными почвами, но здесь представлена трансформация профиля торфян подзола глеевого. Вообще, специфика изменения почвенного покрова на объектах мелиорации в том, что, опять же, нарушается целостность почвенного покрова. И на участках между открытыми каналами формируется своя специфическая структура почвенного покрова, которая здесь вот на этом рисунке тоже хорошо видна в межканавном пространстве. Формируются мозаики техногенных почв. И, в принципе, трансформация почвенного покрова на объектах осушительной мелиорации сначала, по крайней мере, на первых этапах усложняет сложность и неоднородность почвенного покрова. Потом при более интенсивном сельскохозяйственном воздействии эта неоднородность может снижаться. При неинтенсивном использовании или ухудшении работы дренажа, наоборот, почвенный покров становится еще более неоднородным. Были определены этапы эволюции почвенного покрова на объектах мелиорации. Основное то, что на объектах осушительной мелиорации сначала схожие изменения в почвенном покрове со схожими технологическими процессами. А потом уже эволюция дальнейшая зависит от эффективности дренажа и интенсивности использования в сельском хозяйстве. Такая же работа была проведена на территории города. В 2003 году была создана почвенная карта реконструкции почвенного покрова Центра Санкт-Петербурга. И при этой работе были использованы более 200 геологических сважин, почвенные исследования, исторических материалов очень много. Было выявлено, что целый набор здесь таких почв, и зеленый цвет – это серогумусовая алювиальная. Здесь показана также по аналогии с предыдущими трансформация профиля алювиальной серогумусовой почвы. Но дальше надо было создать карту современную почвенного покрова Санкт-Петербурга. Для этого были выделены группы ландшафта в границах Санкт-Петербурга, потому что для каждой группы необходимы свои подходы к картографированию. И если с естественными и агроландшафтами достаточно понятно по картографированию, то на урбанизированных территориях пришлось разрабатывать следующее. На основе анализа процентного соотношения площадей почвенных ареалов и непочвенных образований были выделены 6 типов структур организации почвенного покрова. Это дисперсный тип, характерный для Центра, фоновый, фрагментарный, линейный и так далее. Такая же работа была проведена, была создана почвенная карта Санкт-Петербурга. В карте, вот она здесь, в карте выделено более 60 выделов. Такая же работа, это уже тогда пропускаю, и такая же работа была проведена по Ленинградской области. Значит, в 2019 году создана почвенная карта Ленинградской области и также создана почвенная карта реконструкции почвенного покрова на территорию области. При сравнении этих данных были выявлены значимые изменения в почвенном покрове. Таким образом, было выявлено влияние различных видов хозяйственной деятельности на почвенный покров. Деятельность может быть разовая, периодическая, постоянная, затрагивать все типы структур почвенного покрова или быть приуроченным только к определенным элементам ландшафта. Если воздействие разовое, то дальше развитие системы идет в соответствии с естественными законами пространственной организацией почвенного покрова. Была сделана вот такая таблица, достаточно большая, которая представлена в работе. Но для краткости здесь я представила вот такую картинку. Это траектории развития почвенного покрова при различных видах деятельности. То есть, собственно говоря, на всех тех участках, которые были исследованы. И заключение. Хозяйственная деятельность приводит к изменению в почвенном покрове от незначительных отклонений в характеристиках почв до полного уничтожения отдельных компонентов почвенного покрова и создания принципиально новых форм организации почвенного пространства – технопедокомбинации. Трансформацию развития почв под влиянием антропогенного фактора необходимо рассматривать как один из этапов его эволюционного развития, которое определено наравне с естественными факторами почвообразования, техническими средствами и масштабами их применения в различных сферах деятельности человека. Спасибо большое за внимание. Я уложилась 20 минут. Спасибо, Елена Юрьевна. Значит, дальше у нас по регламенту. Вопросы членов диссертационного совета по докладу, которые касаются основных положений исследования. Есть ли вопросы у членов диссертационного совета? Вопросы к члену диссертационного совета в удаленном доступе. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста, Сергей Викторович. Елена Юрьевна, а вот, значит, ситуация такая у нас, да, то есть вот тенденция, там, скажем, классификации почв, ну, скажем, в Советском Союзе и в России, значит, она была от такой, собственно говоря, экологической, да, когда мы называли почву тундровыми, лесными, горными и так далее, к принципиально иной ситуации, которая складывается сейчас, вот, когда мы называем почвы по, ну, так сказать, каким-то внутренним свойствам, да, то есть уже не употребляем, скажем, ландшафтных названий. Вот не кажется ли вам, что, так сказать, когда мы, не только вы, а вот это вообще, когда люди подходят, специалисты, подходят к классификации антропогенных почв, мы совершаем фактически ту же операцию, которую совершали для естественных. Мы выделяем, скажем, вот эти всякие, что там, лесомелиративные, детства заготовительные и так далее. То есть на самом деле мы здесь почвенный покров в данном случае называем по характеру антропогенного воздействия, а не по специфике, так сказать, почвенного покрова, который в результате этого получается. Сергей Викторович, спасибо большое за вопрос. Значит, я выделила группы по видам хозяйственной деятельности, а сами структуры почвенного покрова, они названы так, как и у Владимира Марковича Фридланда, именно по специфике почвенного покрова, что было отражено в названии, но я не читала. И сразу могу вот ответить на вопрос у вас в отзыве, что часто употребляются комплексы и так далее. Я абсолютно с вами согласна, просто так как у Фридланда мы не нашли аналогов, мы побоялись на вот этом этапе называть микросочетания или вводить какие-то другие названия. Ну, я надеюсь, что вот две аспирантки, которые работают и продолжаются в этом направлении работа, обязательно мы учтем и ваше замечание, и назовем, наверное, микросочетанием. Это вполне подходит. Сергей Викторович, вы получили ответ на вопрос? Ну, не совсем. Вот я сейчас смотрю, к сожалению, вот тут вот номера слазят, я не очень, так сказать, представляю, поскольку ПДФ все, да? Ну, вот пример типизации СПП. Значит, категория естественно антропогенные, преобразованные антропогенные. Вот, и, значит, я вижу отделы, вижу названия, миллеративно-весные, агро-урбанизированные. Ну, и дальше, да, дальше на уровне класса уже идут, так сказать, действительно, это вот по Фридланду, значит, типы почечных комбинаций. Вот, дальше, ну, дальше все правильно. Вот, но вот на уровне отдела вы это называете, так сказать, по характеру антропогенного воздействия. Ну, по крайней мере, пока, да, возможно, надо поменять и как-то назвать по-другому. В данной работе было уделено внимание, пока различным видам хозяйственного деятельности лучше на настоящий момент не придумали. Спасибо, я получил. Спасибо, Сергей Викторович. Есть еще вопросы у членов диссертационного совета? Пожалуйста, Кирилл Владимирович. Елена Юрьевна, ну, у меня был такой же вопрос в отзыве, как задавал Сергей Викторович, но сейчас вот я бы хотел уточнить у вас вопрос о сукцессиях почечного покрова. Вы в значительной части своей работы уделяете внимание сукцессиям почечного покрова, но почему-то при этом абсолютно отсутствует упоминание о сукцессиях растительности. Можно как-то это прокомментировать, объяснить, почему не потребовалось рассмотрение сукцессии растительного покрова, особенно лесного? Да, Кирилл Владимирович, спасибо большое. У меня действительно упоминается сукцессия при рассмотрении эволюции почечного покрова на объектах отсушительной мелиорации и на сельскохозяйственных полях. Этот термин был взят у Ивана Ивановича Васенева, и он, на мой взгляд, полностью подошел для отображения тех изменений, которые происходят на объектах осушительной мелиорации. А что касается неисследованного вопроса растительности, конечно, в идеале это было бы хорошо сделать, но, к сожалению, не было, потому что очень большой объем. мы не ставили такой задачи. Понятно, не было, дано. Спасибо. Есть еще вопросы у членов диссертационного совета? Если вопросов больше нет, мы переходим к следующему пункту. Это выступление членов диссертационного совета с отзывами и оценкой диссертационного исследования. Соискатель может отвечать непосредственно на... давать ответы на вопросы после каждого отзыва, либо дать обобщающие ответы. Я предлагаю отвечать после каждого отзыва, а если вопросы и замечания будут повторяющимися, то отмечать это. Елена Юрьевна, вы согласны? Елена Юрьевна, да. Да, конечно. Да, спасибо. Но прежде чем перейти к отзывам членов диссертационного совета, я хочу отметить, что поступил внешний отзыв от Наумова Владимира Дмитриевича, доктора биологических наук, профессора заведующего кафедрой почвоведения Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, заслуженного работника высшей школы РФ, и отзыв поступил в установленный срок, и Владимир Дмитриевич присутствует у нас на заседании. У меня вопрос. Вы сами зачитаете отзыв или мне можно зачитать? Тогда у меня следующий вопрос. С вашего позволения, поскольку отзыв поступил в срок, и вы в Вишин, я буду зачитывать не весь отзыв, а оглашу только основные моменты, если вы не против. Спасибо. Соответственно, в отзыве указано, что работа Елены Юрьевны посвящена изучению актуального вопроса антропогенно преобразованных территорий. Отмечено, что при интенсивном техногенном воздействии почвы превращаются в почвоподобные тела, и нарастающие процессы изменения почвенного покрова ставят новые принципиальные вопросы перед почвоведами, которые требуют дополнительных исследований. Поэтому диссертационная работа Сухачева Елены Юрьевны имеет важное теоретическое и практическое значение. В основу исследования закономерности формирования пространственной неоднородности эволюции почв в аграрно преобразованных ландшафтах положено учение Владимира Марковича Фридланда о структуре почвенного покрова. В качестве основного метода при изучении СПП был принят сравнительно географический метод. Дальше дан разбор, поглавный разбор работы. И отмечено, что большое внимание уделено классификации почв, как итог критического анализа литературных данных, а также собственных исследований. Авторы предложены принципы подхода к классификации антропогенных почв и урбанизированных территорий, а также даны предложения по введению новых таксонов в классификацию. Большое внимание в работе уделено особенностям городских почв, исследованные свойства гумусов горизонтов почв мегаполиза, их морфологическо-генетических особенностей, определён радиоуглеродный возраст, оценены антропогенные включения. Установлено, что преобразующим естественным СПП является сложное сочетание вариаций пятнистости. Леже встречаются мозаики, а также ташеты. Исследования автора позволили разделить все СПП на две большие группы – антропогенно изменённые и антропогенные. На основе проведённых многолетних исследований объектов осушительной мелиорации Ленинградской области установлен характер антропогенного преобразования почв, пути эволюции, этапа эволюции почвенного покрова. Значительные исследования проведены автором по трансформации и развитию почвы почвенного покрова сельскохозяйственных угодий. Дальше даются заключения о том, что диссертационная работа Елены Юрьевны на тему почвы и почвенный покров антропогенно преобразованной территории соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1.9.16. номер 6821-1 о порядке присуждения учёных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, а соискатель Сухачёва Елена Юрьевна заслуживает присуждение учёной степени доктора географических наук. По специальности 25.00.23 физическая география, биогеография, география почвы, геохимия, ландшафт. Пункт 11 указанного порядка диссертанта не нарушен. Далее мы переходим к заслушиванию отзывов членов диссертационного совета. И я бы хотела предложить начать с отзыва Игоря Васильевича Иванова. Поскольку отзыв пришёл вовремя, ещё до кончины Игоря Васильевича, установленные сроки. И я зачитаю этот отзыв, это соответствует положению. И поскольку он пришёл вовремя и находится на сайте, я не буду зачитывать весь отзыв, а остановлюсь только на основных моментах. Значит, в отзыве Игоря Васильевича Иванова подчёркивается актуальность исследований, так как выявлены закономерности преобразования почи почвенного покрова деятельностью человека и разработка способов отражения таких закономерностей на почвенных картах. Решение поставленных задач отмечено, что требует большого труда изучения почвенных профилей, катен и суксессий разноуровненных структур природного почвенного покрова и того, как налагаются на них системные техногенные воздействия автомобильные и железные дороги, площадные рубки лесов, осушение крупных массивов и так далее. Исследования антропогенных преобразований почвенного покрова одновременно являются изучением эволюции почв, то есть их изменения происходят во времени и требуют также дальнейшего мониторинга. Отмечено, что тема диссертации сформулирована широко. Она рассматривается, например, и почву почвенного покрова Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Приведен обширный материал, дан анализ почв таежно-лесной зоны и проведен, что отмечено Игорем Васильевичем, автором проведено впервые. В труде соискателя продолжается реализация идеи Василия Васильевича Докучаева о естественном историческом изучении Санкт-Петербурга. Отмечена научная и практическая значимость работы. Показана необходимость выделять специальные эволюционные тренды под воздействием андропогенных или техногенных факторов. Важность и правильность этого предложения особенно ярко подтверждается при рассмотрении изменений почвенного прокрова при осушении. Совокупность новых или измененных элементов почвенного покрова, возникающих при техногенезии соискатель, предложил именовать техно-педокомбинациями. Анализ городских почв и почвенного покрова города показал необходимость включения в классификацию почв такого нового отдела педо-алахтонных почв и новой группы педо-алахтонных гумусов и горизонтов. Соискатель обоснованно подразделил почвы на антропогенные измененные и антропогенные. Работа Елены Юрьевны имеет важное прикладное значение карты почвенного покрова области мегаполиса, составленной впервые за 50 лет с использованием дистанционных средств, цифровых методов и новейших научных почвенных классификаций. Они найдут применение при проведении экологического мониторинга, проектировании рекреационных мероприятий при различных прогнозах. Карты со значительной точностью зафиксированы современные состояния почвенного покрова. Дальше приводятся замечания и дискуссионные вопросы. Некоторые утверждения соискателя можно считать дискуссионным. Например, в термине педо-алахтонные почвы использованные педо вряд ли уместно из-за повторения. Вместо педо лучше привести причину алахтонности. Мало уделен по отношению к почвам и термин интродуцированный, многократно использованный в других научных дисциплинах. Соискателям сделан интересный вывод философского системного характера. Один вид воздействия на почву в разных ландшафтах приводит к разным результатам, а в однотипных ландшафтах разные виды воздействия приводят к одинаковым результатам. Следует отметить, что сходные алгоритмы мышления и логического анализа применялись в трудах Докучаева и Косовича. Докучаев и Косович отмечали, что на разных породах в одинаковых условиях климата и рельефа могут образовываться одинаковые почвы. С другой стороны, в разных условиях на одной породе образуются одинаковые почвы рензины. В связи с этим ссылка на классиков науки была бы полезной, а анализ по этому поводу мог бы быть продолжен. Дальше заключение, что диссертация Елены Юрьевны соответствует требованиям, а Елена Юрьевна заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук. Отзыв был составлен, еще когда Игорь Васильевич был вызыв, что доктор географических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, руководитель группы генеза с эволюцией почв, главный научный сотрудник ФГБНУ, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАМ, Пущино Московской области России. Елена Юрьевна, Вам предоставляется слово ответить на замечание. Спасибо большое. Здесь два замечания. Первое, педалахтонные почвы. Вопрос к термину. Это будет практически вопрос такой будет в тех или иных вариантах во всех отзывах. Изначально у нас был термин «интродуцированные», но когда мы подали статью в журнал «Почвоведение», сказали, что он не подходит, забраковали. И применили термин педалахтонный, который мы стали использовать дальше. Однако, на мой взгляд, почему забраковали термин «интродуцированный»? Потому что это биологический термин. Но позвольте, у нас почва – это биокостное тело. И последние исследования микробиома почвенного все время нам говорят, что для каждой почвы характерен свой микробиом. И я специально остановилась на характеристике микробиома, чтобы показать, что мы, по сути, переносим не какую-то минеральную часть, а мы переносим живое тело, почвенный микробиом совершенно в другую среду, урбанизированную. И там он уже развивается по своим далее законам, хотя всегда на какой-то период остаются еще характеристики естественного почвенного микробиома. Термин педалахтонный, может быть, к термину педалахтонный очень много вопросов, видимо, он тоже не удовлетворяет. Поэтому надо работать в этом направлении дальше. По поводу второго замечания. Ну, честно говоря, я это замечание больше восприняла как похвалу, потому что даже не смела ссылаться на классиков и ставить где-то рядом. Так что спасибо большое. Дальше слово предоставляется Кириллу Латиновичу Чистякову с отзывом. Спасибо, Софья Николаевна. Уважаемые члены Совета, уважаемые коллеги, я с большим интересом ознакомился с диссертацией Елены Юрьевны на тему почвы и почвенный покров антропогенно-преобразованных территорий. И у меня не вызывает ни малейшего сомнения то, что выбранная тема актуальна, значима для физической географии, географии почв, да и для многих других смежных наук и, конечно, для почвоведения. Эта тема сейчас необходима для решения проблем, связанных с перестройками биогеохимических циклов, изменений климата, адаптации регионов к происходящим процессам. И должен заметить, что при большом количестве исследований почв, я бы сказал, в точках, в конкретных местоположениях наблюдается все-таки дефицит работ, работ, где изучаются пространственно-временные изменения свойств почвенного покрова, работ, посвященных структурам почвенного покрова. В этом плане работа Елены Юрьевны очень меня порадовала. Цель работы, на мой взгляд, сформулирована очень генерализованно, исследовать закономерности пространственно-временной изменчивости почв и структур почвенного покрова при антропогенном воздействии на территории двух субъектов Российской Федерации, имеется в виду Петербург и Ленинградская область. В общем, я старался бы избегать такого рода формулировок цели, поскольку от этого обычно ждешь дефиниции планируемых результатов, своего рода нулевой гипотезы поставленного исследования. А когда речь идет об исследовании закономерностей, чего это не было, то само по себе исследование – это практически бесконечный процесс, не всегда имеющий фиксированный и тем более позитивный результат. И тем не менее, мне кажется, что формулировка цели все-таки достаточно детализировала название диссертации, поскольку вот если судить по названию, то замах, конечно, глобальный. Но на самом деле вряд ли возможно в одном исследовании вместить все особенности антропогенизации почвенного покрова во всех зонально-климатических условиях и разных вариантов антропогенных воздействий. Елена Юрьевна работала на материале конкретных и очень больших исследований в восточноевропейской южной подзоне тайги, и это очень большое достижение. Должен заметить, что работа подкупает огромным объемом фактического материала, и этот материал очень хорошо детально документирован, вплоть до описаний отдельных разрезов, схем модельных территорий, все это позволяет проверять выкладки Елены Юрьевны, что называется, с карандашом и бумагой в руках, и это позволяет говорить о достоверности полученных результатов. Работа, конечно, большая, это примерно 300 страниц текста, 91 таблица, 95 рисунков, огромный список источников, 296 источников. Я в своем отзыве привожу разбор по главам диссертации, но, учитывая то, что уже много сказано о структуре проделанной работы, разрешите мне ограничиться только некоторыми ремарками по отдельным главам. Ну, в частности, первая глава посвящена антропогенному фактору формирования починного покрова, изучаемой территории, и в ней рассматривается история освоения территории, и как при этом на разных этапах освоения менялись воздействия на починный покров. Я рассматриваю эту главу скорее как справочную, предваряющую основное содержание диссертации, но хотелось бы пожелать Елене Юрьевне больше внимания историко-географическим материалам, в том числе по этапу допетровского освоения территории Ленинградской области. Этот этап не так уж плохо изучен, имеются археологические карты на всю территорию Ленинградской области. В главе второй объекта и методы исследований перечисляются основные использованные приемы исследований и, опять же, очень детально на уровне отчетных материалов по прикладным темам воспроизводятся фактические материалы. Однако лично мне не хватало сопоставления этих материалов, этих точек исследований с природной основой, с ландшафтной обстановкой, с геолого-геморфологической основой, с окружением в виде хотя бы реконструированных ландшафтов. И, конечно, не свободна эта глава была от некоторых штампов. Я, например, придирчиво отношусь к таким фразам, как «достоверность полученных экспериментальных данных подтверждена использованием статистических методов». Само по себе использование статистических методов ничего не подтверждает, для этого нужно приводить конкретные статистики. В третьей главе рассмотрены вопросы разнообразия диагностики и классификации антропогенно измененных и антропогенных почв. И это очень содержательная глава, основанная на личных данных автора. Но мне, как все-таки физико-географу по образованию и роду деятельности, показалось, что предложение по введению новых таксонов в классификацию и диагностику почв в России, а также анализ свойств гумусовых горизонтов почв в мегаполисе несколько выходит за рамки узкого профиля почвенно-географического подхода, который относится к паспорту нашей специальности. Глава 4 посвящена структуре почвенного покрова антропогенно-преобразованных территорий, и в ней строится типология структур почвенного покрова. По этому вопросу я несколько раз высказался и в своем отзыве, и сегодня был уже задан вопрос Сергею Викторовичем Горячкиным. Я присоединился к этому вопросу, вы дали на него ответ, так что я опущу свои официальные формулировки. Пятая глава была посвящена трансформации и развитию почв и почвенного покрова на сельскохозяйственных угодьях. И вот здесь лично мне было странно невнимание к вопросам средневременной динамики растительности. Об этом я уже задал вопрос. Шестая глава является самой сложной и содержательной с точки зрения общей темы работы. Это пространственно-временные особенности формирования почвенного покрова мегаполиса. Мне показалась эта часть работы наиболее, конечно, интересной, поскольку диссертант не только рассматривает конкретный материал структуры почвенного покрова Санкт-Петербурга, но и формулирует принципы и методы создания почвенных карт мегаполиса, дает детальную характеристику всех этапов своих действий, что применимо и для других исследований. Ну и финализирует рассмотрение седьмая глава, где рассматриваются эволюционные тренды почвенного покрова при антропогенном воздействии. Это очень интересно, потому что динамика эволюции почвенного покрова, несомненно, важна для прогноза изменения будущих состояний природной среды. И здесь самыми интересными были карты реконструкции естественного почвенного покрова. Это важные этапы любого палеогеографического и историко-географического исследования. И они важны для верификации многих других методов географических исследований. Очевидно, что существует при оценке изменений природы необходимость комплексного многофакторного подхода. Если мы говорим о прогнозе, то вообще мы всегда стараемся вести речь о полисценарности, адаптивности прогноза. Но ровно так же и реконструкции тоже имеют много разных аспектов своей конструкции. В диссертации Елены Юрьевны было принято достаточно серьезное допущение, поскольку декларировалось, что в Ленинградской области климат и геолого-геоморфологическое строение были неизменными. И поэтому реконструкции должны отражать влияние, прежде всего, антропогенных факторов. Ну что ж, такой подход, в принципе, возможен. Это дает возможность интерпретировать современную почвенную карту для реконструкции почвенного покрова в прошлом. Однако, мне кажется, необходим существенный анализ универсальности такого подхода, то есть в каких пределах это допущение можно применять. Ну и, наконец, завершая свой отзыв, я должен обратить внимание на некоторые неудачные формулировки защищаемых положений в диссертации Елены Юрьевны. На мой взгляд, например, первое защищаемое положение выглядит достаточно тривиально. Что нужно защищать в тезисе о том, что хозяйственная деятельность приводит к изменениям в почвенном покрове? Мне кажется, что еще Василий Васильевич Докучаев об этом писал, и это классика не только почвоведения, но и всех наук о Земле. Во втором защищаемом положении речь идет о выделении 16 антропогенно измененных и антропогенных групп структур почвенного покрова. Это трудно и опровергнуть, и подтвердить, потому что это зависит от выбранных оснований классификации. Их можно несколько детализировать, шкалировав разные признаки, и тогда это будет не 16, а большее, допустим, количество выделяемых структур почвенного покрова. Особенно если мы, как уже говорилось, начнем учитывать качественный состав почвенного покрова. Ну а в третьем защищаемом положении рассматривается одновременно и тезис о том, что антропогенные изменения почвенного покрова неравномерно распределены в пространстве. И в то же время хорошая гипотеза об одинаковости реакции почвенного покрова на сходные антропогенные воздействия в однотипных ландшафтах. По сути, это два разных сюжета, которые требуют отдельного рассмотрения. Ну вот все отмеченные мною неясности или несогласия, тем не менее не имеют принципиального характера, то есть позволяют мне заключить, что диссертация Елены Юрьевны Сухачевой на тему почвы и почвенный покров антропогенно преобразованных территорий соответствует основным требованиям, установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, соответствует паспорту специальности, по которой представлена диссертация. И, соответственно, соискатель Елена Юрьевна Сухачева заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023. Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. Пункт 11 указанного порядка диссертантом не нарушен. Спасибо, Кирилл Валентинович. Елена Юрьевна, пожалуйста, Вы можете ответить на вопросы и замечания. Спасибо большое, Кирилл Валентинович, за тщательную проработку. Спасибо большое. Замечаний достаточно много, поэтому если что-то я вдруг пропущу, прошу прощения. Значит, основные. Просто это не только у Кирилла Валентиновича, но и у других членов Совета по поводу количества защищаемых положений, их качества. Значит, защищаемые положения, ну, действительно, их много. Восемь. Но я специально в своей презентации попыталась всю работу разбить на блоки и в конце каждого блока представить защищаемое положение. Возможно, можно было сократить там на одно-два, но мне хотелось все-таки вот четко поставить точки по каждому изученному блоку в диссертации. Что касается замечания по первому и по второму, и по последнему защищаемому положению, что они тривиальны. Но в основном это по последнему положению, где говорится о том, что антропогенный фактор влияет в значительной степени и на факторы почвообразования. Да, это мысль тривиальная, но когда мы исследовали почвенный покров области, то мы просто сами пришли в ужас от того, какие масштабы и темпы. Особенно это сейчас чувствуется в начале 21 века, когда пришли новые технологии. Дело в том, что на территории области настолько много новых созданных человеком форм рельефа и почвообразующих пород, что мне кажется, этому положению надо уделять еще большее внимание, потому что мы не нашли работ ни у геологов, ни у геоморфологов, ни тем более у почвоведов, которые бы в полной мере отражали масштабы вот этого нарушения. Что касается многих замечаний, Кирилл Валентинович, я с ними согласна, потому что, конечно, я даже посмотрела эту карту Лапшина, очень интересная карта, но невозможно все в этой работе было отразить. Здесь, сейчас смотрю дальше, это уже сказано. Да, вы сделали замечание по использованию Яндекс.Карт и тайловых изображений земной поверхности. Конечно же, тоже дело в том, что вот такую работу по созданию карт мне помогали сотрудники кафедры картографии, где студенты, которые работали в рамках магистерских своих диссертаций, конечно, представляли все эти карты в нужном варианте. Но для вот таких теоретических выкладок не было достаточно Яндекс.Карт, что может быть не совсем правильно. Растительность уже отвечали. Про климат и про геолого-геоморфологическое строение. Ну, в идеале, конечно, можно было отразить и эти изменения. Но все-таки интенсивное антропогенное воздействие было на протяжении последних трехсот лет. И вот по сравнению с масштабами и степенью антропогенных изменений, изменения климата, они не столь значимы. Возвращаемое положение. Что еще? Все ответило? Ну, Кирилл Валентинович. Или на какой-то еще вопрос? Спасибо, Елена Юрьевна. Я удовлетворен в вашем вопросе. Ой, еще один вопрос. Да, потому что он тоже не только у вас, но и у других членов диссертационного совета. По поводу названия. Вначале действительно было название. Это почва и почвенный покров антропогенно преобразованных территорий Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Потом оно было убрано. Насколько типично? Дело в том, что исследования, конечно, проводились шире, нежели только в Ленинградской области. И вообще первоначально у меня была идея вставить еще одну главу по сравнению почвенного покрова антропогенно преобразованных территорий лесной зоны, например, Ленинградской области и южного берега Крыма, где у нас подобные исследования были проведены. И такая же карта реконструкции естественного почвенного покрова и современного почвенного покрова была сделана в рамках магистерской диссертации Яны Ревиной, которой я руководила. Но потом мы от нее отказались. То есть в глубине души я уверена, что все те закономерности, которые были выявлены в этой работе, они в той или иной степени, по крайней мере принципиально, они все подходят даже для других зон. Спасибо. Следующий выступает член диссертационного совета Владимир Алексеевич Андроханов к своим заключениям. Елена Ильинина, я вас призываю к регламенту при ответе на вопросы. Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Меня слышно? Все хорошо? Да, мы вас слышим. Спасибо Кириллу Сергеевичу за обстоятельный обзор на работы Елены Юрьевны, поэтому я на нем останавливаться не буду. Скажу, на мой взгляд, об некоторых достоинствах работы. На мой взгляд, Елене Юрьевне очень повезло работать на такой исторической территории, для которой известны многие датировки, многие моменты, когда что проводилось, и это ей в своей работе помогло. В то же время нужно сказать, что Елене Юрьевне удалось совместить два таких подхода. Первый подход – это учение Владимира Марковича Фриндланда о географическо-ландшафтном подходе, учение о структурах почвенного покрова. И второй момент – сейчас как раз, так скажем, последние десятилетия широко стало развиваться, это дистанционные методы изучения структур почвенного покрова. И особенно хороший упор, что помогло сделать Елене Юрьевне данную работу – это, на мой взгляд, полноценный учет антропогенного фактора. То есть до этого мы всегда уже давно ставили понимать, что антропогенный фактор превращается в полноценный фактор почвообразования. Но теперь мы видим и влияние антропогенного фактора на формирование тех структур почвенного покрова, которые сформировались на территории Ленинградской области и на урбанизированной территории Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, несмотря на все достоинства работы Елены Юрьевны, можно сделать следующее замечание. Как уже тоже здесь отмечено, автором выполнен огромный работ полевых и аналитических работ, что обусловлено широтой поставленной задачи и сформулированным названием диссертационной работы. К сожалению, это, наверное, не позволило в равной степени обработать полученные данные, как мне показалось. И поэтому выявляется некоторая непроработанность некоторых структур почвенного покрова на территории Ленинградской области. Может быть, это вызвано и разной степенностью распространения разных структур почвенного покрова на данной территории. Второе – это разнообразие объектов и полученных результатов привело к формированию большого количества защищаемых положений. Но на это замечание Елена Юрьевна уже ответила. Третье – это при описании некоторых структур почвенного покрова, антропогенно измененных почв, проявляется, на наш взгляд, излишняя детальность, учитывая высокую динамичность трансформации структур почвенного покрова на данной территории. Особенно в названиях почвах. Это может затруднить описание специфики отдельных почв и, в конечном счете, усложнить выявление основных трендов трансформации и восстановления почвенного покрова. Ну и несколько слов о тех терминах, которые Елена Юрьевна новые ввела и вот уже о том, что говорили педоавтохромные почвы. Вот как новые термины соотносятся с теми названиями, которые уже существуют. Например, реплантазионы, конструктазиумы, технозиумы и техносоус, как в ВРБ. Ну, несмотря на высказанные замечания, можно считать, что работа выполнена, представленный материал имеет фундаментальную и практическую значимость. Основные высказанные замечания относятся скорее к техническим. Диссертация Сухачевой Елены Юрьевны на тему почвы и почвенный покров антропогенно преобразованных территорий соответствует основным требованиям, установленных приказом от 01.09.2016 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском Государственном университете. Сыскатель Сухачева Елена Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023 физическая география, биогеография, география почвы и геохимия ландшафтов. Пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Елена Юрьевна, Вам предоставляется слово ответить на вопрос. Владимир Алексеевич, спасибо большое. Значит, по первому пункту, что разная степень проработанности абсолютно верно замечена и благодаря фонду РФФИ, по которому мы сейчас ведем исследования, я думаю, эта погрешность будет устранена. И мы все структуры почвенного покрова буквально еще год и исследуем до конца. Сгруппировать это уже были защищаемые положения, я уже отвечала. То же самое по педоаллахтонным почвам. Ну, редакционные погрешности полностью согласны, все равно они есть, как не вычитываешь работу, получается, что все равно они есть. Основные тренды трансформации. А, излишняя детальность. Ну, возможно, да, согласна. Спасибо. Спасибо, Елена Юрьевна. Я удовлетворен Вашими ответами. Спасибо. И дальше в следующем выступает член диссертационного совета Горячкин Сергей Викторович. Сергей Викторович, пожалуйста, мы Вас слушаем. Сергей Викторович, мы Вас не слышим. Так, Сергей Викторович. Технический перерыв нам надо делать. Запутался. А, все, да, все слышим. Спасибо, спасибо, да, мы Вас слушаем. Да, значит, что я хочу сказать. Ну, соответственно, я тоже написал такой специальный отзыв. Вот. Ну, на самом деле мы, конечно, присутствуем при таком достаточно историческом событии, потому что работ по географии, именно по географии почв, по структуре почвенного покрова, вот, очень докторских работ на эту тему вообще очень, надо сказать, давно не было. Вот. И поэтому здесь, конечно, это, так сказать, действительно событие не только для Санкт-Петербурга, но и вообще для всей отечественной и даже, может быть, мировой науки. Кроме того, хотелось бы сказать про очень большую смелость и такую активность автора. Ведь что на самом деле, значит, произошло? Ну, вот в течение 10 лет мы смотрели на почвенные карты и видели, что там, значит, какие-то территории были заштрихованы или залиты совершенно другой краской, и написано, значит, что это там городские территории, в общем, по-разному их называли, или сильно антропогенно преобразованные. Вот. Потом мы смотрели на карты и не знали, распахивались эти почвы или нет, потому что зачастую вообще, ну, и даже на современных вот этих вот официальных почвенных картах, скажем, двух с половиной миллионные, мы смотрим на карту и видим, вернули подолистые почвы. А мы даже и не знаем, они распахатные, пахатные они или нет, распахивались они когда-нибудь или нет. Вот. И вот, значит, пришла Елена Юрьевна, и, значит, вот как бы не побоялась расшифровать вот эту вот всю загадку, значит, на которую десятилетиями, значит, почвоведы, в общем, старались не касаться. Вот. И сделала это, ну, в каких-то локальных территориях, конечно, это было сделано, там, археологические памятники, очень много работ, посвященные, там, городским почвам в последнее время. Вот. Но вот сделать такую систематизированную работу на огромную территорию, как Ленинградская область и Санкт-Петербург, вот, это, конечно, замах, такой очень-очень мощный замах, и надо сказать, что он в основном реализован. И вообще, так сказать, я бы эту работу, конечно, ее обязательно надо публиковать в виде монографии, и это будет своего рода такая энциклопедия антропогенных почв Северо-Запада. Это, безусловно, и это очень-очень. Теперь, значит, на самом деле здесь, здесь вообще-то не одна докторская диссертация, потому что, в принципе, хватило бы совершенно, хватило бы, значит, вот этих первых четырех глав для того, чтобы, так сказать, это было защищено как докторская диссертация. Значит, разбор вот этих вот, значит, антропогенных почв, здесь я позволю не согласиться с Кириллом Валентиновичем. Вы знаете, Кирилл Валентинович, может быть, это и не там не соответствует, не совсем соответствует паспорту географии почв, но почвный покров нельзя рассматривать, не расписав его компоненты. Согласно Фридланду, компоненты почвного покрова – это неотъемлемая часть самого почвного покрова. Поэтому это было, это было, обязательно было сделать, что, собственно говоря, Елена Юрьевна и сделала. Вот. И дальше вот идут, значит, там три главы, связанные с такими пространствовременными всякими аспектами. Вот. Это всегда, надо сказать, вызывает значительно больше сомнений, потому что, так сказать, время, то есть, как бы оценку времени в почвеобразовании, в изменении – это, конечно, значительно более сложная вещь. И, на мой взгляд, значит, вот в этих главах там что-то сделано, так сказать, достаточно убедительно и ярко, что-то сделано, так сказать, я бы так сказал, традиционно. Вообще эволюционное почвоведение, конечно, оно ушло далеко вперед по сравнению с тем, что там было. Но это, так сказать, абсолютно неважно. Вот. Поэтому вообще на самом деле я очень высоко ценю эту работу как такой склад или, может быть, даже сказать, в основу нового научного направления антропогенной географии почвы. Вот. Которая, так сказать, не то, что там какие-то теоретические, так сказать, подходы к этому, которые уже были, вот, а здесь это, в общем, систематически решено на крупной территории. Вот. Ну, в принципе, можно еще много было говорить очень хороших слов про эту работу. Вот. Скажу только еще одну вещь, просто-напросто как географ. Вот. Вы знаете, меня совершенно поразил вот этот вот раздел, где описан антропогенный фактор. Вот. Потому что здесь природовед, в общем, сделал это на уровне, в общем, настоящих специалистов по природопользованию. Мне, так сказать, в жизни приходилось много работать с такими людьми, как Мефедова, Люри. Вот. И я знаю, что это очень сложный и такой тонкий момент исследования. Не надо сказать, что Елена Юрьевна, будучи, собственно говоря, причвоведом, вот, она справилась с этим совершенно блестяще. А вот эта вторая часть, посвященная истории, читается с огромным интересом. Теперь, значит, все-таки, что касается замечаний. Значит, ну, Елена Юрьевна тут отвечала по поводу заголовка. Вот. Должен добавить Елена Юрьевна. Вы знаете, вот, например, то есть, закономерности, полученные на северо-западе, они местами совершенно не подходят. Там, скажем, для какой-нибудь черноземной зоны. Вот, так сказать, мы изучали вот эти, как-то аргоурбанизированные, это ужасный термин, конечно, вот эти вот территории. И там совершенно другая ситуация. Там никаких ограземов нет и быть не может, потому что чернозем, там только, ну, можно сказать, у него прическу попортили, так сказать, своим антропогенным воздействием. А весь профиль сохранился, там, с небольшими нюансами. Поэтому все закономерности, которые получены, значит, пламя по северо-западу, они, конечно, где-то могут быть, но где-то абсолютно неприменимы к другим территориям. Поэтому я бы, конечно, назвал, добавил бы северо-запада, вот, и тогда все вопросы были бы сняты, вот. И это вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, защитить докторскую диссертацию. И теперь, значит, еще, ну, по поводу этих самых положений уже говорили. По поводу, чего еще? Да, по поводу, значит, этих самых, как они, педалахтонной почвы. Да, ну, значит, я не буду критиковать, я просто хочу сказать, что есть уже, так сказать, такие примеры. Это, значит, органолатеральные, значит, гумусные почвы. То есть, значит, почвы, где органическое вещество принесено со стороны. Вот такие, так сказать, уже опыты есть. И я думаю, что можно было бы использовать с применением современной, значит, этой самой классификации, какие-нибудь органолатеральные конструктоземы или что-нибудь типа того. Вот, и тогда все бы это было решено, никаких вопросов не было. Совершенно невозможный термин, значит, агро, как там, урбанизированной территории. Дело в том, что эти территории, которые вы рассматривали, они никогда не относились к городу. Это сельские, вообще эконом географии, да и вообще географии в целом, всегда противопоставляются город и деревни. Вот, и поэтому, то есть территория там, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, идет садоводство. И вот, если называть, вставлять туда корень урба, который, так сказать, обозначает город, это совершенно просто неприемлемо. Вот, ну и, так, извините, я все-таки сейчас посмотрю, что еще было. А, да, ну вот это уже тоже вы отвечали, значит, комплексы и пятнистости. Да, это, безусловно, безусловно, так сказать, очень спорный момент. Вот, ну, ваш ответ, что, значит, так было у Фридонда, слушайте, но все-таки книжка 72-го года. Прошло 50 лет еще, ну, почти 50 лет, да, так сказать, этому изданию, и все-таки, ну, как-то нужно вперед идти, мне кажется. Вот, поэтому, и там, кстати, так сказать, поскольку она такая пионерная книга, там вообще много таких вещей, которые немножко друг с другом не очень хорошо сочетаются. Вот, так, и, значит, что я должен еще зачитать, вот, так, однако сделанные замечания абсолютно не снижают оценки этой работы, как показывающий высокий класс диссертантов, географии почвы, географии в целом. Диссертация Сухачевой соответствует основным требованиям, установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Сыскатель Сухачева Елена Юрьевна заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023, физические географии, биогеографии, географии почвы и ландшафта. И загадочный пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен. Я знал, что это было. Все, спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Елена Юрьевна, пожалуйста, ответьте на вопросы. Спасибо большое, Сергей Викторович, за такую высокую оценку работы. Но по замечаниям они практически все уже были или отвечены, или я с вами полностью согласна. Спасибо. Сергей Викторович. Да, 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 все хорошо. Спасибо. Дальше мы заслушаем отзыв члена диссертационного совета Павла Владимировича Красильникова. Павел Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Если вы позволите, я не буду пересказывать в очередной раз обучение диссертации, ее структуру. Это несколько раз уже было отмечено. Должен из общей части, я, наверное, процитирую только следующую часть своего отзыва. Я хочу сказать, что данная работа уникальна в силу того, что автор не ограничивается только одним из вариантов антропогенной трансформации почв, как это обычно делается. Люди обычно работают либо с агрогенными почвами, либо с почвами городскими, либо с почвами индустриальных транспортных территорий. Там, значит, отвалы, карьеры, хвосты и так далее. То есть вот есть такая специфика у человека, есть некий объект. А вот в данном случае Елена Юрьевна обобщила исследование автора по всем вообще типам трансформации под человеком. И это очень такой хороший синергический эффект. По актуальности темы исследования надо сказать, что, конечно же, в течение антропоцена воздействие человека на природу все больше и больше усиливается. То есть масштаб усиливается, площади затронутые антропогенным влиянием расширяются, глубина преобразования почвенного профиля тоже возрастает. Вот пространственное распределение процессов деградации почв в значительной степени коррелируется с распространением различных видов хозяйственной деятельности человека. Что требует включения в общий контекст почвенно-географических работ исследования антропогенного фактора во взаимодействии с гуманитарными и экономическими дисциплинами. И это, в общем-то, в значительной степени Елена Юрьевна смогла сделать. Научная новизна. Данная работа является одной из крупнейших работ по исследованию антропогенно измененных почв на севере России. Автором получены новые оригинальные результаты, в частности, показывающие коренную трансформацию структуры почвенного покрова при осушительной мелиорации. Не то, чтобы это никем не отмечалось, но в данном случае Елена Юрьевна смогла действительно вот это очень четко и подробно описать. Подходы учения о структуре почвенного покрова применены к описанию мегаполиса Санкт-Петербурга. Это тоже достаточно такая перспективная и до сих пор недостаточно разработанная тема. То есть, структура почвенного покрова полностью трансформированных человеком почв. Исследованы пространственно-временные ряды антропогенно-трансформированных почв. Существенно улучшена классификация почв урбанизированных территорий. Что касается классификации, не скажу, что я полностью ее разделяю. Мне кажется, что, конечно, есть некий элемент умножения сущностей сверхнеобходимого. Но, тем не менее, нельзя не признать, что она является логичной и утилитарной. С утилитарной точки зрения, наверняка, она может быть использована при планировании использования городских территорий. Сколько в отличие от многих других классификаций, она дает одновременно и довольно хорошее представление о субстантивной части этих почв. Из чего они сделаны. То есть, в значительной степени городские почвы, сильно трансформированные человеком, нам важно ведь не то, в результате каких процессов или какой деятельности образовались эти почвы. Более всего интересует практического специалиста. Из чего это сделано? Из песка, из щебня, из глины. И как дальше с этим работать, это, в общем-то, принимается решение на основании, чаще всего, именно гранулометрического состава, вещественного состава почвенного профиля. Практическая значимость, перейдем к ней, проведена огромная работа по обновлению с учетом антропогенной трансформации, территории почвенной, антропогенной трансформации территории почвенной карты Ленинградской области на цифровой основе. Эта работа позволит улучшить планирование землепользования и природоохранных мероприятий на исследованные территории. Ну, добавим, что и сама территория мегаполиса Санкт-Петербурга, она также охвачена картографическими работами. И для практического использования эта информация будет тоже востребована. Результаты исследований изложены в 65 научных публикациях, в том числе в 18 работах, опубликованных в рецензируемых научных журналах и в трех монографиях. Результаты исследований докладывались на многочисленных конференциях, как всероссийских, так и международных. Список литературы содержит 276 названий, в том числе 44 на иностранных языках. Некоторые замечания у меня возникли, несмотря на общее позитивное впечатление от представленной работы. Некоторые пожелания, скорее, я хотел бы высказать. Уже говорилось, что название диссертации слишком широко, что, наверное, все-таки следовало бы сузить, остановиться на том первом варианте, который озвучивала Елена Юрьевна. Это, опять-таки, у нее своя есть аргументация. Она уже на этот вопрос отвечала. Дальше вопрос объекты, которые включают в классификацию Елены Юрьевны, она их не хочет признавать почвами. Это мне тоже показалось не совсем правильным. То есть, например, почвы, покрытые асфальтом, они по-прежнему остаются почвами. Да и вообще, как бы, вот твердые покрытия, они тоже вполне себе являются почвами. Многие классификации почвенные, международные и национальные, признают просто выходы скальников тоже почвами. Вот, также WRB, там, Neudelitic Leptosols. Вот, Сергей Викторович, у него в лаборатории описаны эндолитные почвы, которые тоже формируются практически внутри скалы. Асфальт в этом смысле ни в коем случае не является исключением. Асфальт – это тоже вполне полноценная почва. А считая, что под асфальтом у нас залегает и рыхлая толща, которая определяет гидрологию местности, то, в общем-то, все подходы, которые мы применяем к естественным почвенным телам, могут быть применены и, соответственно, и к искусственным почвам, поскольку они вообще попадают в концепцию почв как биокосного тела, выполняющего определенные экосистемные функции. Ну, и были у меня мелкие еще замечания. Одно, что, к сожалению, недостаток, несмотря на огромный, в общем, список литературы, некоторые блоки не очень отражены. Например, то, что вот зарубежная литература, тоже достаточно обширная по городским почвам, по очень антропогенно трансформированным, отражена, как мне показалось, в недостаточной степени. То есть там можно было бы еще это расширить. Ну, и там есть мелкие-мелкие ошибки, точнее, это даже не ошибки, а просто опечатки, я бы сказал. Ну, естественно, высказанные соображения ничуть не умаляют положительное впечатление от работы, которое показывает высокую квалификацию автора. Диссертация Сухачева Елены Юрьевны на тему «Почвы и почвенный покров антропогенно преобразованных территорий» соответствует основным требованиям, по установленным приказам от 1 сентября 2016 года номер 66821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Соискатель Сухачева Елена Юрьевна полностью заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023 «Физическая география и биогеография» «География почек и геохимия ландшафта». Пункт 11. Указанного порядка диссертанком не нарушен. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Елена Юрьевна, пожалуйста, ответьте на замечание. Павел Владимирович, спасибо большое за такой хороший отзыв. Я отвечу только на одно замечание, потому что остальные были освещены. Это по поводу объектов. Дело в том, что мы не создавали новую классификацию, а пытались вписать вот эти педалахтоны, урбанизированные, еще как по-другому названные почвы, в классификацию почв России и VRB. Но они не входят, почвы под асфальтом не входят в объект классификации, только поэтому. В остальном я полностью согласна, что их тоже можно рассматривать как почвенные объекты, но не в рамках этих классификаций. Все, да, Елена Юрьевна. Павел Владимирович, Вы получили ответы на задний вопрос? По сути, да, за исключением того, что в VRB, конечно же, экраник, техносоус, это как раз и есть почва под асфальтом. Спасибо. Ну, извините, спасибо. Спасибо. Так, и дальше слово предоставляется члену диссертационного совета, присутствующему здесь вот визуально на заседании, Александру Олеговичу Макееву. Пожалуйста, Александр Олегович. Уважаемый председатель ученого совета, уважаемые члены ученого совета, уважаемые коллеги, Елена Юрьевна поставила перед собой очень амбициозную цель – анализ различных аспектов пространственного временной изменчивости почвы, структур почвенного покрова при антропогенном воздействии. Такая постановка вопроса позволяет рассматривать антропогенную деятельность в духе классического докучаевского учения как фактор почвеобразования. Научным фундаментом является анализ взаимосвязи антропогенно преобразованных почв с естественными почвами на основе принципа сочетания генетичности и факторности. Актуальность определяется возрастающим антропогенным воздействием на почву и почву и покров, и это при том, что современные методологические подходы не всегда позволяют адекватно отражать состояние антропогенно измененных почв. Трансформация и развитие под влиянием антропогенного фактора рассматривается в работе как один из этапов многовековой эволюции почв. Ирина Юрьевна показывает в работе, что антропогенно измененные почвы находятся в неустойчивом состоянии, почвные процессы в профиле не скоординированы, а система минерально-энергетического обмена между горизонтами не сбалансирована. У большей части почв не наблюдается соответствие с факторами почвеобразования. Исходя из этого, автор формулирует принципы и подходы к оригинальной классификации антропогенных почв урбанизированных территорий, включающие разнообразные стадии переходов от естественных почв к огроземам. Надо сказать, что все классификационные построения автора соотносятся с принятыми классификациями почв. В диссертации подробно рассматривается свойство гумусовых горизонтов почв-мегаполиса. В частности, дается оценка загрязнения гумусовых горизонтов городских почв подвижными формами тяжелых металлов в разных функциональных зонах. При этом, однако, остается непонятна высокая загрязненность почв рекреационной зоны с венцом, заметно выше, чем у продорожных почв. Хотелось бы получить экспертную оценку автора систематичности полученного результата. Не вполне ясно, насколько закономерны результаты исследования биоты гумусовых горизонтов. Согласно представленным данным, численность бесподвоночных почвев газона почти в 6 раз ниже, чем в почве парка. При этом уровень разнообразия микробной сообществ почвы газона оказался наивысшим. При анализе антропогенных преобразований почв автор делает упор на изучение межкомпонентов генетических связей в структуре почвенного покрова. Ну и в связи с тем, что значительная доля сельскохозяйственных угодий области это милиарированные территории, большое внимание уделяется изменению почв на объектах милиарации. Большое впечатление производит детальный анализ импактно-индициированных, инициированных агрогенно-милиаративных почвенных сукцессий с выделением до шести этапов и построением нескольких сценариев эволюционных изменений структур почвенного покрова. Подобные сукцессии рассматриваются как средневременные эволюционные тренды, происходящие в течение десятилетних-столетних периодов почвеобразования. И в результате милиарации показано, что возможна как гомогенизация почвенного покрова, так и его гетерогенизация, даже на одном участке милиарации. Хотелось бы получить от автора пояснение, как осуществляется перерождение кислых трав в злаке. Это на странице 30 диссертации. Не вполне ясно, что понимается патологенно-синтетическим антропогенным воздействием на почву, и почему оно противоставляется импактно-инициированному. В работе анализируется почвенный покров Санкт-Петербурга. При этом автор подчеркивает, что в свете неограниченной экспансии городов на окружающие земли прогнозирование последствий урбанизации на глобальные изменения алкологических функций является насущной научной задачей. Методологическая база изучения антропогенно-измененных почв существенно дополняется разработкой принципов и методов создания цифровых почвенных карт. И фундаментальными результатами работы являются почвенная карта мегаполиса и почвенная карта Ленинградской области, отопражающими современное состояние почвенного покрова. Таким образом, работа открывает нам интересный и сложно устроенный мир антропогенно-измененных почв во всем его разнообразии. На мой взгляд, нет ни одного значимого аспекта в оценке антропогенного воздействия на почву, который не нашло бы отражения в базе данных в виде контуров на цифровой почвенной карте или в анализе свойств почв. С учетом детального освещения почвы почвенную покрова, естественной территории, в работе представлена реальная эпидосфера крупного региона сегодняшнего времени. Такое разнообразное крупное научное обобщение выполнено впервые в мировой литературе. Исследование имеет большое практическое значение, выходящее за рамки северо-запада России. Работа написана хорошим языком, хорошо иллюстрирована. Чтение исторических глав захватывает. Работа включает анализ большого числа литературных источников, в том числе публикации последних лет. Ну и заключение. Инсертация Сухачева и Елены Юрьевны на тему работы соответствует основным требованиям, установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Сухачева и Елена Юрьевна заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности физическая география, биогеография, география почвы, геохимии, ландшафтов. Пункт 11, указанного порядка диссертантом, не нарушен. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Олегович. Елена Юрьевна, Вам предоставляется слово. Спасибо большое, Александр Олегович, за отзыв. Отвечу на вопросы. Перерождение кислых трав в злаке это, конечно, просто ошибка, опечатка, согласно полностью. Аллогенно-сингенетическое антропогенное воздействие на почву отличается постепенностью. Именно поэтому оно противопоставляется импактно инициированному. То есть, импакт – это внезапное воздействие трансформации почвенного покрова. А дальше идет постепенная эволюция под воздействием дренажной сети или агрогенного фактора. Что касается загрязненности свинцом рекреационной зоны, нежели около дороги. Мы обратили внимание на эти данные, но подробных исследований не проводили в дальнейшем. Но объясняли это тем, что в рекреационной зоне практически в Питере не меняют вот эти верхние горизонты. А около дороги как раз, возможно, попали все-таки в выборку именно те, которые привнесенные были недавно за чистых территорий. Ну, видимо, здесь требует дальнейшего исследования этот вопрос. Спасибо, Елена Юрьевна. Спасибо, Александр Олегович. Слава, а можно я чуть-чуть ставлю? Да, пожалуйста, Сергей Викторович. В рекреационной зоне это вполне возможно были охотничьи угодья, знати. И поэтому, так сказать, это известный фактор увеличения количества свинца в почках. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Да, Елена Юрьевна, новое направление для дальнейших исследований, да, что можно отчитывать. И мы переходим к отзыву членов диссертационного совета, находящемуся онлайн. Виталий Витальевич, пожалуйста, вам предоставляется слово. Уважаемая Софья Николаевна, уважаемые члены ученого совета, я внимательно ознакомился с диссертационной работой Елены Юрьевны. Очень актуальная тема, очень актуальное направление. Количество таких почек постоянно возрастает. И, как показывают наши исследования, с каждым временным периодом таких почек становится все больше. Поэтому изучение антропогенно-прегрузованных почек, диагностика, состав, строения, классификация, типизация этих почек, конечно, это очень важное направление в теоретическом почеведении. Объекты исследования Елены Юрьевны это почвы города Санкт-Петербург и Ленинградской области. Очень большой массив. Виталий Витальевич, простите, пожалуйста, чуть-чуть громче, пожалуйста. Очень большой массив таких почек, поэтому даже то, то, что докладывала Елена Юрьевна, что исследовались и другие регионы, показывает, что эти объекты исследований типичны. Исследования Елены Юрьевны могут быть экстраполированы и на другие регионы России. Задачи исследования, которые определены в диссертационной работе, я бы их группировал в три блока. Первый по степени важности. Первый – это диагностика и классификация антропогенно-преобразованных почек. Второе – это принципы и методы создания цифровых почерных карт. И третий – это типизация и пространственно-временные ряды антропогенно-преобразованных почек. Я не буду детально останавливаться на каждой главе. Они, в общем-то, у меня в отзыве описаны. Но хотел бы сказать, что вот, наверное, центральное место или базовое – это все-таки я бы назвал бы третью главу, в которой автор исследует классификацию почек, значит, диагностику почек. Эта глава насыщена очень большим фактическим материалом. Много почечных разрезов, их больше сотни. И я бы сказала, что вот эти исследования в отношении классификации, как показывает и сегодняшнее обсуждение данной работы, оно в какой-то мере дискуссионное. Я вспоминаю, как Елена Юрьевна, в общем-то, неоднократно докладывала эти материалы на съездах по счету Белоруссии, какой они вызывали интерес. Поэтому она опробировала эти результаты на целом ряде международных форумов, опубликовала в высоко рейтинговых публикациях, журналах. Поэтому это очень важное направление. Я считаю, что этот блок задач Елена Юрьевна решила в полной мере. В диссертационной работе использованы дистанционные методы, что, в общем-то, как бы показывает, вернее, позволило автору оценить пространственную изменчивость таких почв. И, конечно, очень важный раздел – это принципы и методы создания цифровых почвенных карт. Это цифровые технологии, которые сегодня используются в почвоведении. были созданы цифровые почвенные крупномасштабные карты для мегаполиса и среднемасштабные почвенные карты для почвенной Ленинградской области. Я считаю, что это достаточно высокий, большой вклад в теорию почвоведения, которую сделала Елена Юрьевна. Хочу сказать, что исследований уже сегодня подчеркивалось, что исследований по изучению антропогенно-пребразованных почв очень мало. И я, насколько знаю, это вторая такая работа. Одна работа была выполнена в нашем институте на почвах Белоруссии антропогенно-пребразованных. Но работа Елены Юрьевны, я имею возможность сопоставить их, она более глубоко скрывает проблемы, глубоко оценивает изменения, изучение более глубоко этих почв. Даже то, что она исследовала в историческом аспекте, проведена реконструкция этих почв на начало освоения. Это моменты, которые, наверное, скрывают глубину исследований по данному направлению. Что касается замечаний, у меня серьезных замечаний не возникло. В большей мере это технические замечания. Но, в частности, я их отметил в своем отзыве, это то, что, допустим, на ряде карт и космических снимков отсутствует масштабная линейка. Ну, в общем-то, понятно, почему она отсутствует, но это как бы затрудняет восприятие этих материалов. В главе пятой на почвенных картах объектов осушительной аммелирации одинаковые почвы обозначаются разными индексами. Ну, вот такие моменты. Может быть, где-то в главе седьмой требовалось бы, может быть, более детально оценить изменения площадей антропогенно-преобразованных почв, которые приводятся в приложение 4. Ну, по сути, эти замечания, по сути, не затрагивают суть диссертационной работы и как бы не умаляют ее ценности. Хочу отметить, что выводы диссертанта очень обоснованы, построены на глубоком материале, фактическом, отражают сущность работы. Вот поэтому и своего рода значимость исследований. В заключение хочу сказать, что диссертационная работа почвы и почвенный покров территории Елены Юрьевны полностью соответствует требованиям приказа от 01.09.2016 года номер 6821-1 Санкт-Петербургского государственного университета университета о присуждении ученых званий. А соискатель, вернее, ученых степеней А соискатель Елена Юрьевна заслужит присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023 физической географии и биогеографии, география почв и геохимия ландшафтов. Пункт 11 данного приказа не нарушен. Спасибо. Виталий Витальевич, спасибо большое. Елена Юрьевна, пожалуйста. Виталий Витальевич, спасибо громадное за отзыв, за оценку. Я со всеми замечаниями здесь согласна или они уже были озвучены, если вы не против. Спасибо, я удовлетворен. Спасибо еще раз, Виталий Витальевич. И дальше мы переходим к моему отзыву. Я позволю себе позволить зачитывать отзыв не полностью, а останавливаюсь только на основных моментах по работе Елены Юрьевны. Что хочется подчеркнуть? Во-первых, научная новизна обусловлена тем, что проведен всесторонний комплексный анализ с углубленным изучением нарушенных почв, в том числе в сравнении с естественными аналогами. А также анализ проведен почвенного покрова антропогенно измененных территорий. Достижением авторам является описание специфики проявлений во времени и прогноз изменений структуры почвенного покрова антропогенно нарушенных территорий. Методологическая ценность, хочется отметить, диссертантам проведена огромная работа, и методологическая ценность определяется применением широкого комплекса метода и грамотной интерпретации полученных данных. Диссертационная работа хорошо структурирована. Дальше я своим отзывом провела поглавный анализ диссертационной работы, но поскольку отзыв вывешен, я не буду перечислять все это. Но отмечу, что в заключении подводятся итоги, проведенным исследованием, обосновывается изменение структуры почвенного покрова, являющейся результатом антропогенеза. Структура диссертации последовательно и логично раскрывает ряд наиболее значимых вопросов, решения которых направлены достижения поставленной цели. По главной анализ диссертационной работы показывает, что исследование опирается на большой объем фактического материала. С моей точки зрения, к недостаткам работы относится значительное количество защищаемых положений, их 8, и размытость части определений. Зачастую защищаемые положения звучат аннотационно, не раскрывая сущности выносимого на защиту обобщения. Сделанное замечание не снижает значимости диссертационного исследования, не отражается на достоверности научных выводов положительной оценки диссертационной работы и ее высокого уровня. Диссертант демонстрирует вполне полное владение проблемой исследования, а исследование характеризуется глубиной новизной. Результаты исследования отражены и изложены в 65 научных публикациях, в том числе 18 опубликованных в рецензируемых научных журналах и индексируют в международных базах данных. Диссертация Сухачева Елены Юрьевны на тему почвы и почвенный покров антропогенно преобразованных территорий соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1.09.16 г. номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Сухачева Елена Юрьевна заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023 физическая география и биогеография география почвы геохимия ландшафтов. Пункт 1 указанного порядка диссертантов не нарушен. Ну и дальше, Елена Юрьевна, пожалуйста, на сделанные замечания вам предоставляет слово. Софья Николаевна, спасибо большое за отзыв. Ну, все озвученные вами замечания уже были озвучены ранее, и ответы на них я давала, если можно. Да, я согласна, что все это уже было отвечено и уже было сказано. Таким образом, уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, все ли удовлетворены ответами Елены Юрьевны? Да. Я удовлетворен. Можно вопрос? Простите, что? Софья Николаевна, я не знаю, скажите, пожалуйста, а что такое все-таки вот этот вот загадочный пункт 11, про который мы все говорили, но совершенно не знаем, что это такое? Нет, нет, его рассылали, это то, что нет плагиата. А, понятно. Я тоже удовлетворен ответами Елены Юрьевны. Павел Владимирович так и вает, Виталий Витальевич? Тоже самое, да. Спасибо большое. Да, конечно, все четко. Дальше мы можем перейти к выступлениям в присутствующем в зале на защите диссертации присутствующих в зале, но не членов диссертационного совета. Пожалуйста, есть ли желающие выступить? Если есть желающие, пожалуйста, соблюдаем регламент и в выступлениях и называйте себя. Есть ли желающие выступить? Да, пожалуйста, Серафим Николаевич, только назовите себя, потому что вы протокол. Вот, 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 да, сюда, сюда, пожалуйста. Спасибо. Чухов Серафим Николаевич, профессор Санкт-Петербургского университета. Мне хотелось бы сказать, что мы сегодня присутствуем на уникальном, действительно, событии, потому что, фактически, это первое вот такое вот мощное исследование почвы Санкт-Петербурга, да, и фактически это осуществление идеи Василия Васильевича Докучаева по комплексному исследованию почвы Санкт-Петербурга. Эту программу он написал, но воплотить в жизнь уже не успел. Вот, и с моей точки зрения, работа Елены Юрьевны вполне соответствует выполнению этой программы. Вот, так что, и второе мне хотелось бы порекомендовать университету, как бы вот его руководству, результаты этой работы как-то, ну, может быть, в правительство Санкт-Петербурга озвучить с точки зрения того, что, например, в законодательном собрании уже несколько лет маринуется закон об охране почв Санкт-Петербурга, да, и вот эта работа, мне кажется, может его существенно продвинуть. Вот. Спасибо, Серафий. Конечно, работа Елены Юрьевны полностью соответствует докторской диссертации. Спасибо. Спасибо, Серафий Николаевич. Я, простите, прервалась. Есть ли еще желающие выступить? Антон Борисович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я не член диссертационного совета. Я сосед Лены Юрьевны. И если в природе... Я занимаюсь геологией. Если в природе геологические толщи находятся непосредственно под почвой, то в данном случае в естестве все наоборот. Тем не менее, я ознакомился с диссертацией Елены Юрьевны. Я прежде всего хочу сказать, что вот за последние полтора-два года те диссертации в области геологии, которые... докторские диссертации в области геологии, которые попадались мне на глаза, ну, они были, знаете, в полтора-два раза тоньше. Поэтому здесь огромный фактический материал. И это самое главное. Здесь огромное количество разрезов, детально описанных. И это фактически вот те, я не знаю, литологические, как сказать, единицы, которые потом, после литификации, мы будем изучать уже через много тысяч лет в области геологии. Конечно, педагенные осадки мы тоже изучаем. Это большая редкость в наших геологических средах. Они представляют очень значительный интерес, поскольку являются сосредоточением трех сред. Это атмосферы, гидросферы, элитосферы. А в данном случае Лена Юрьевна еще объяснила нам антропогенный фактор. То есть это четвертый фактор, который влияет на преобразование этих пород. Пород осадков, извините, я могу не точно отражать суть информации. Что я еще хочу сказать. Очень удачен выбор объектов. Конечно, Ленинградская область, это Дельта-Невы, здесь произошел гигантский антропогенный скачок, антропогенный стресс на природную среду фактически за последние 150 лет после промышленной революции. То есть до этого, это только в Петровской или до Петровской времени, большое воздействие в области, может быть, осушения, и то вдоль речных систем, и под строительство только в Дельте-Невы. А позднее с появлением угольной промышленности, угольного флота, металлургии, а потом в 20 веке сельскохозяйственное угодие, и это воздействие произвело большой стресс на природу этого региона. Поэтому я хочу отметить, что очень большой вклад Ленина Юрьевна внесла в изучение почвенного покрова, и мы знаем, есть карты геологические, есть карты геоморфологические, и есть еще почвенные. Это третий уровень, третий слой. Так что я считаю, что Лена Юрьевна по праву может считать себя достойным этого высокого звания. Ну а что касается восьми защищаемых положений. Ну можно было и чуть подниматься. Спасибо, Антон Борисович. Я просто хочу пояснить слово «сосед». Антон Борисович Кузнецов это директор Института геологии и геохранологии Докембрия, который находится рядом с Музеем почвоведения, член-корреспондент РАН. Спасибо большое, Антон Борисович. И дальше Сергей Владимирович хотел выставить. Сергей Владимирович, да? Нет, пожалуйста, Сергей Владимирович. Борис Васильевич сейчас. Борис Васильевич, тогда Сергей Владимирович следующее слово. Санкт-Петербургский лесотехнический университет, кафедра почвоведения, имели рации почв. Работая более 40 лет в диссертационном совете председателем, я подобной работы, где было защищено 300 с лишним диссертаций, не встречал. Работы есть хорошие, фундаментальные, но узконаправленные. Такой всеобъемлющей работы не было, поэтому, естественно, название географических наук, оно уже поэтому соответствует. Что касается частных случаев, ну, например, из этой работы, ну, стало понятнее, наверное, надо, когда поля севооборота для выращивания и посадочных материалов назначают, доктата, что это как некоторые коррективы почвенные внести надо. Меня, конечно, еще больше чего, наверное, заинтересовало, убедило, что мы правильно делаем. Основная моя профессия – гидромелирация. Обычно сейчас говорят, что гидромелирация – это вред. Если мы осушим болото, то Нева высохнет. Ну, как влияет мелирация на лесовыращивание? Вопрос ясен. Не ясен вопрос другой. Известность литературы, что когда при сельскохозяйственной мелирации проводят использование земель, то происходит сработка торфа. Однако в работе проведены исследования о лесе, в том числе на Суланде, которая осыщена в 841 году. Однако сработка торфа там не грозит. Поэтому можно и впредь заниматься осушением, хорошо понимая, что вместо болота мы там получим хорошие леса. Кстати, к поводу личина. Когда создавалась лесница, это было, так сказать, называлось территорией смрадных болот. Сейчас там прекрасные леса, там около 600 видов растений, там есть и медведи бродят, там глухаринные така. Вот это всё дала мелирация. Что, мне казалось бы, было бы неплохо, если бы работа ваша была всё-таки опубликована в виде монографии. Потому что здесь всё, конечно, понятно, но это довольно узкий круг людей, а прочитать где-то, наверное, так более широко можно, всё-таки, конечно, в диссертации, а в монографии. Мне особенно не нравится, это вас не касается, в последнее время диссертации защищаются без автореферата. Я понимаю компьютерные технологии, понятно, там всё есть, но когда я в своё время отправил реферат, касающийся моего древнего предка, маленькое издание, библиотека получает, то оттуда приехал человек, который занимается этим вопросом, он нашёл по этой маленькой публикации. А, конечно, компьютерные технологии, понятно, компьютеры есть, но не каждый в него заглядывает. Поэтому я бы пожелал, чтобы всё-таки трансформировали работу в хорошую монографию. А так, прекрасная работа. Спасибо большое. Но я здесь отмечу, что это требования, то есть положение и требования именно у нас в университете разработаны, что автореферат как таковой отсутствует. То есть это не повсеместно. И, пожалуйста, Сергей Владимирович, пожалуйста. Минуточку дам сейчас у Сергея Владимировича слово. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Люлин Сергей Владимирович, заместитель президента Российской Академии Наук. Вы знаете, мне очень понравился доклад, хотя это, конечно, не моя научная область, но тем не менее я хочу сказать много важных слов, много мыслей, которые возникло после присутствия на сегодняшней защите. Доклад очень важен, во-первых, с той точки зрения, что он полностью соответствует актуальной научной повестке. Задачи экологии, изменения климата, они сейчас ставятся везде, и Академия Наук сейчас активно участвует в разработке новой ФНТП, посвященной как раз климату и воздействию человека на экологию. Поэтому, мне кажется, эта работа в этом направлении очень важна. Буквально две недели назад мы с Александром Михайловичем Сергеевым посещали головную организацию ФИЦ «Почвоведение», филиалом которого руководит Елена Юрьевна в Санкт-Петербурге. Нас знакомили с ситуационным центром, который там расположен. И мне кажется, вот Елена Юрьевна, мы посмотрели проект «Стомиллионник», так называемый крупный научный проект, и Елена Юрьевна является членом коллектива в этом проекте. И мне кажется, вот этот вклад, вот я только сегодня смог ознакомиться с тем вкладом, который как раз Санкт-Петербургский филиал внес в эту работу. И, конечно, вклад этот, ну, выглядит очень, он очень, производит очень хорошее впечатление. Действительно, такая точная карта, которой была представлена почва и Санкт-Петербурга, крупного такого мегаполиса Ленинградской области, в котором существуют совершенно различные почвы. И точно так же существуют и почвы, которые подверглись антропогенному воздействию, изменению в связи с этим. Это очень важная история. Я хочу вспомнить также еще один случай. Вот мы, опять-таки, инспектируя эти 100-миллионники, посетили Новосибирск в начале марта. И там был очень интересный доклад, как исследование поражения лесов на территории, примыкающей к Байкалу, проследили связь между пораженными участками, здоровыми участками и данными спектральными дистанционного зондирования Земли. Мне кажется, вот здесь как раз перспектива использования этих карт, сочетая их в будущем с данными ДЗЗ, тоже имеет очень большую перспективу вообще для пролонгирования, продолжения, экстраполяции этих данных на большие территории. В связи с этим, мне кажется, работа Елены Юрьевны, она не просто фиксирует ситуацию, не просто представляет полученные и законченные результаты вывода, но она дает огромные перспективы для продолжения исследований. Я очень рад, что как раз в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, проходят такие исследования. Еще небольшой комментарий. Хочу отметить, я первый раз присутствую на защите, которая проходит не в Совете ВАГ, и мне очень понравилась сегодняшняя защита. Я вспоминаю, когда было принято решение, что Санкт-Петербургский университет может проводить собственные защиты, было очень много сомнений, как эти защиты будут проходить. Могу сказать, что как человек, который в министерстве долгое время, ну, некоторое время курировал работу ВАГ, вот сегодняшний совет, как он организован и как он проведен, вот он соответствует самым высоким, на мой взгляд, требованиям. Очень много коллег в зале. Прекрасное техническое оснащение, осуществленный перевод. В общем, само проведение совета, хочется его отметить и поблагодарить ВАГ и сам Диссерсовет за такое хорошее техническое и сутевое проведение Диссерационного совета. А Елене Юрьевне, я хочу пожелать удачи сегодня и призываю всех проголосовать, конечно, в поддержку этой работы. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Дальше у нас по регламенту должны быть оглашены вопросы, поступившие в течение... Ой, простите, пожалуйста, да, еще одно выступление, пожалуйста. Конечно, да. Ну, вот я... Простите. Я хочу сказать, это, конечно, Елена Юрьевна трудоголик, я прекрасно помню защиту ее... Суханов Павел Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, генеральный директор Центра агрохимического землеустроительного обслуживания ООО «Агрохимзем» по совместительству научных сотрудников Агрофизического института. 30 лет в системе гипроземы, 20 лет в агрохимической службе. Две зарубежных командировки, один из инициаторов разработки классификации агрогенно-антропогенно-преобразованных почв в самом начале 90-х лет. Я отметить хотел первое, что Елена Юрьевна настоящий трудоголик почвный, да, я прекрасно помню ее защиту кандидатскую, и вот она теперь выросла в защиту докторской. Но хочу обратить, с моей точки зрения, на некоторые упущения в работе. По крайней мере, в докладе они не прозвучали, и, к сожалению, о защите я узнал, можно сказать, случайно, находясь в Питере. Борис Федорович, наверное, это ваше упущение, что я не узнал вовремя об этой защите. Мне это очень обидно. Поэтому не прозвучало в вашей работе связи в Минградской области как в научном отношении, одна из самых почвоизученных, так и в практическом. У нас почвенные карты составлены на все земли сельхозназначения, в границах земель сельхозназначения. Проведена их корректировка. Составлены районные почвенные карты не ключевым методом, а на основе прямого сплошного обследования. На основе их составлены два варианта областной почвенной карты, традиционной, и на основе пластики рельефа Пущина. Напомните, кто там занимался пластикой рельефа. А? Степанов. Степанов, да, Николай Иван Николаевич. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. Вот. Эту работу, конечно, нужно было бы увязать, и работа ваша выглядела бы намного интереснее, с моей точки зрения. Но создается большая перспектива в будущем использовать материалы, имеющиеся, поскольку сейчас функции агрохимической службы, согласно постановлению правительства, вменены обязанности по актуализации, по обновлению почвенных материалов, прежде всего в границах сельхозпредприятий, а на следующем этапе районов и области. Поэтому объединить усилия и те замечательные наработки, которые вами сделаны, конечно же, здесь есть большая перспектива. И я именно к этому бы хотел призвать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Павел Александрович. Я хочу ответить на вопрос, что почему поздно узнали. Дело все в том, что вот так вот организован наш совет, что вся информация была размещена на сайте и обеспечивала доступ. Всеми сайтами не отследишь. Все понятно. Так, есть ли, пожалуйста, еще выступления, есть же желающие выступить из зала? Так, если нет, спасибо большое за выступление. Ну, вот если можно, я, наверное, добавлю, вот как раз к выступлению Павла Александровича, что вот там есть вопросы, которые не рассмотрены. Я вспомнила защиту Натальи Никитичны Матинян, когда после ее защиты ее муж сказал, ну вот теперь я увидел, после того, как она защитила докторскую диссертацию, сказал, ну вот теперь я увидел, что много еще проблем в почвоведении, которые стоит защищать и разрабатывать. Так, да, дальше по регламенту мы должны огласить вопросы, которые поступили в течение заседания онлайн. Эти вопросы не поступили, вопросов не поступило. Тогда мы переходим к следующему пункту регламента, это выступление научного консультанта. И уважаемый Борис Федорович нам расскажет сейчас о соискателе и ее работе. Пожалуйста, Борис Федорович. Уважаемые коллеги, ну, мне, наверное, как практически завершающему хочется сказать, или, наверное, предстоит несколько завершающих штрихов к портрету претендента. Ну, не касаясь существа работы, за это все сделали, поработали очень хорошо оппоненты, члены совета, но мне и не положено. Вот когда мы оцениваем защиты докторской диссертации, то мы как вот, ну, как я о себе скажу, то я их как бы на две группы разделяю. Одна защита – это защита диссертации, которая я отношу к авансированию. То есть мы открываем для себя новое, но это еще только как бы перед нами открывается будущего диссертанта. Есть другой тип защиты диссертации диссертантов. Это как бы состоявшиеся уже на сегодняшний день ученые, и совету предстоит только утвердить, подтвердить его уже право быть, и реально состоявшиеся, так сказать, право быть доктором наук. Вот я отношу защиту Елены Юрьевны к этому разряду. Когда она защищала кандидатскую диссертацию, на ученом совете здесь, в Питере, в университете, прозвучали такие очень интересные, хорошие фразы. Елена Юрьевна, ваша работа превышает уровень кандидатской. Давайте. И она вполне тянет уже на определенные доработки, на докторскую диссертацию. То есть перед ней открывалось два пути. Короткий путь вот такой, который сказали. Да, займись, расширь, и ты довольно скоро станешь доктором наук. Нет, она выбрала более долгий путь. Да это действительно оказался долгий путь. Ну вот интересно. Вот чтобы, скажем, быть географом или претендовать на звание географа, недостаточно, на мой взгляд, выполнить такую работу, даже которую очень блестяще выполнила, защитила Елена Юрьевна. Надо быть вообще в душе географом. По сути, географом. И вот я хочу сказать, что вот здесь у меня есть полное основание. Говорит, да, это действительно географ состоявшийся. Вот если я задам ей вопрос. Елена Юрьевна, вы в Беларуси были? Не просто были, работали? Она скажет, да. А на Украине? Да. А на Чикотке? Она скажет, да. А в Казахстане? Да. В Молдавии? Да. А была ли на Байкале? Да, конечно. А в Новосибирске? Да, безусловно. А вы поездили по европейски, по тукучаевским местам? Я все это проездила своими ногами, прощупала. И это была не просто развлекуха, поездки такие. Это была работа по восполнению наших коллекций. Коллекции – это почвенных монолитов. Их нельзя. Вот с кондачка приехал, взял, откопал. Нужно быть географом. Нужно понимать те связи, о которых говорил Дугучаев. Это успешно Елена Юрьевна реализовала. Это одна, скажем, сторона, которая дает мне основание и говорит, ну, перед нами доктор, конечно, давно доктор. А другая сторона – мало быть ученым. А нужно вообще, говоря, чтобы твои сведения довести, свои научные идеи довести до потребителей, условно говоря, до тех, кто слушает нас. Это, ну, конечно, не только у ученых, коллег своих нет. Это прежде всего для тех, для вот простого, мы говорим, зрителя. Зрителя, простого потребителя знаний. Ну, что такое простой? Ну, для тех людей, которые, скажем, приходят в музей или которые употребляют, используют те полученные знания немалым такими усилиями труда. И вот в этом аспекте она прекрасно преуспела в просветительской работе. То есть умение популяризировать те знания, которые она получала, ну, не только по этой теме, но и тоже в том числе очень умело и ловко. Вторая сторона. Еще одна сторона, о которой я хотел бы сказать. Хорошим ученым мало быть, как вот специалистом, как мы говорили, мало быть широко эрудированным в разных областях. Да, сегодня мы тоже выступающие услышали, и выступает директор института геохронологии. Это много чего значит. А есть еще одна очень важная работа. Это связано с образованием. И Елена Юрьевна здесь преуспела. Она является доцентом нашей кафедры. А курсы, которые она читает, это классификация почв. Это непременно географическая дисциплина. Это красная книга почв в Ленинградской области, о которых здесь, по-моему, даже и не упоминалось сегодня. Это самостоятельно интереснейшая работа. Это работа, это вот преподавательская работа, которая дает возможность реализовать самую себя, тот потенциал, который сделан. И я знаю, отзывы студентов, некоторые здесь присутствуют, что я получал оценки. Один из лучших преподавателей, очень высоко классный, который умеет четко и ясно рассказать об этом. Вот так, три стороны, три ипостаси ученых, которые сказали, раз, два, четыре получается. И вот то, что я услышал сегодня в дискуссии, вот выступление оппонентов, дает мне основание для себя утвердиться, что, Борис, ты прав, значит, действительно, это состоявшийся уже доктор, который чисто формально и остается подтвердить всеми собравшимися и членами ученого совета, да, это так. Спасибо. Спасибо, Борис Федорович. Дальше. Коллеги, есть ли желающие выступить среди членов диссертационного совета или среди присутствующих? Пожалуйста, сейчас есть возможность. Пожалуйста, члены диссертационного совета. Если нет желающих выступить, следующий вопрос куратору ведения совета. Есть ли еще вопросы, поступившие по электронной почте? Тоже вопросов нет. Хорошо, тогда на этом дискуссия и прием вопросы окончены. Пожалуйста, да, пожалуйста, Сергей Викторович. Я просто не успел вовремя нажать. Слушайте, значит, дело в том, что я достаточно внимательно досмотрел не только русскую версию, но и английскую версию. Это вообще, конечно, замечательно, что в Санкт-Петербургском университете в общем полностью переводят диссертации на английский язык. Я просто хотел сказать, что надо бы использовать вот эту возможность, этот огромный труд и издать монографию на двух языках, я думаю. Это сейчас вполне реально. Просто это принесет, конечно, совершенно другую... Я не знаю, какое слово здесь подобрать. Не пропаганду, а, так сказать... Интересно. Да, так сказать, значит, знания, которые получены в музее, в СПБГУ, просто чтобы это было широко по миру известно. Спасибо. Спасибо, Сергей Викторович. Есть ли еще желание у кого-то выступить? Тогда на этом дискуссию мы заканчиваем. И дальше по регламенту я должна спросить членов диссертационного совета, то есть этот вопрос, который идет перед подведением итогов и заключительным голосованием, вопрос членам диссертационного совета и соискателю. Есть ли у членов диссертационного совета и соискателя какие-то замечания или вопросы по процедуре ведения заседания, в том числе связанные с режимом удаленного доступа? Пожалуйста, ответы. Нет, нету. Все устраивает. Нету замечания. Спасибо большое. После этого мы переходим к следующему пункту регламента, а именно голосованию. После этого вопроса и выступления не принимаются. То есть сейчас на часах 17 часов 26 минут московского времени у меня вопрос к членам диссертационного совета. Уважаемые коллеги, сейчас у нас есть возможность перед началом голосования объявить перерыв для обсуждения результатов защиты при отключенном звуке трансляции. Как Вы считаете, нужен ли такой перерыв для обсуждения результатов? Нет, наверное. Нет необходимости. Не нужен. Спасибо. Если обсуждение результатов защиты не требуется, то продолжаем заседание и переходим к голосованию. Я должна объявить, что мнение каждого члена диссертационного совета по данному вопросу озвучивается публично и самостоятельно. Поскольку мы перерыв не делаем, то, уважаемые коллеги, прошу включить, проверить, что сопровождающая трансляция имеет место быть, убедиться, что все работает. Так, да, мы видим, слышим друг друга. Так, да, ответы положительные. И ставлю вопрос о присуждении Сухачева Елены Юрьевны, ученой степени доктора географических наук по научной специальности 25.0023, физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов на открытое поименное голосование. Напоминаю, что решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительной, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, участвующих в заседании, согласно пункту 23 порядка. Пожалуйста, члены диссертационного совета, член диссертационного совета, Чистяков Кирилл Лаунитинович, ваше мнение. Голосую за присуждение ученой степени доктора географических наук Сухачевой Елене Юрьевне. Спасибо. Дальше член совета Андроханов Владимир Алексеевич, ваше мнение. Да, голосую за присуждение ученой степени Сухачевой Елене, доктора географических наук Сухачевой Елене Юрьевне. Спасибо. Член совета Горячкин Сергей Викторович, ваше мнение. Я голосую за. Надо фамилию назвать, да? Нет, я уже сказала, то есть все, я записала, спасибо. Спасибо. Член совета Красильников, Павел Владимирович, ваше мнение. Считаю, что Сухачева Елена Юрьевна заслуживает присуждение ученой степени доктора географических наук. Спасибо. Член совета Макеев Александр Олегович, ваше мнение. Я голосую за присуждение ученой степени доктора географических наук. Спасибо. Член совета Лапа Виталий Витальевич, ваше мнение. Голосую за присуждение Сухачева Елене Юрьевне, Ученой степени доктора географических наук. Спасибо. Дальше мое мнение как председателя диссертационного совета. Я председатель совета Лисовая Софья Николаевна. Голосую за присуждение ученой степени доктора географических наук Сухачева Елены Юрьевны по специальности 25.0023 физическая география, биогеография, география почвы, геохимия, ландшафт. Таким образом проведя подсчет голосов у нас получается, что за проголосовало 7 человек, против нет и воздержавшихся нет. Таким образом решение о присуждении Сухачева Елены Юрьевны ученой степени доктора географических наук по специальности 25.0023 «Физическая география, биогеография, география почвы, геохимия, ландшафт. Принято». И вам, Елена Юрьевна, предоставляется заключительное слово. Спасибо громадное всем присутствующим, всем членам совета диссертационного. Спасибо за уделенное время, за то, что прочитали внимательно мой труд. Спасибо. Сколько мне уделяется время? Ну, сколько-то удивляется, пожалуйста. Ну, просто мне хочется безумно много сказать благодарности очень многим людям. Но, знаете, я, пожалуй, начну немножко с грустной нотки. Вот одного члена ученого совета у нас, к сожалению, нет. Это Игорь Васильевич Иванов. И в связи с этим я бы хотела сказать, что вообще непонятно, как там все в голове складывается. Но мне судьба подарила не просто знакомство, а общение, причем часто общение в неформальной обстановке, ну, просто с великими почвоведами, я считаю. Это Глеб Всеволодович Добровольский, это Александр Сергеевич Владычинский, Николай Иванович Смеян, Феликс Рувинович Зайдельман, Дмитрий Сергеевич Булгаков, Валентин Дмитриевич Тонконогов. Я им безумно, они все ушли, к сожалению, из жизни. И я им всем безумно благодарна вот за то общение, которое мне подарила судьба. Потому что, наверное, частичка их знаний, частичка их души сегодня были озвучены и мной в той диссертации, которую я представила. Конечно, я благодарна всем сотрудникам Центрального музея почвоведения, где я работаю. Всем своим аспирантам и студентам, всем сотрудникам кафедры почвоведения, экологии и почв. Я просто не буду сейчас всех называть, потому что, я думаю, сейчас представится нам такая возможность. И я скажу лично всем спасибо. Я хотела бы поблагодарить тех, кто, к сожалению, не будет сегодня присутствовать на пост заседании. И особую благодарность я хотела бы сказать Марии Иннокентиевне Герасимовой. Надеюсь, она смотрит, потому что общение с ней мне тоже дало очень много. И впервые, когда в 2013 году мы стали публиковать статью в журнале почвоведения, она дала очень много ценных замечаний. Я, конечно же, благодарна своей семье, своему папе, благодаря которому я попала не на биологию, а на почвоведение. Я благодарна своему мужу и детям, один из которых сидит сейчас на самом дальнем ряду, потому что уже в месяц именно его я повезла на свои объекты мелиорации. И между исполнением материнского долга копала почвенные разрезы. Кирилл Валентинович, спасибо вам большое за то, что вы сразу приняли мою диссертацию к защите в СППГУ. Мне очень хотелось, потому что Санкт-Петербургский государственный университет – это, конечно, моя альма-матер. И в то же время я хочу сказать спасибо большое Андрею Леонидовичу Иванову, директору Института почвоведения, который дал добро на мою защиту именно в СППГУ, а не в институте. Громадное большое спасибо очень многим сотрудникам почвенного института, с которым тоже мне не раз приходилось общаться. Ну и мне не выразить словами благодарности те чувства, которые я испытываю, конечно, к Борису Федоровичу. Дело в том, что мы с ним работаем, как он говорит, Лена, уже год за три, поэтому, наверное, лет 90 вместе. Вот, и скажу только, что пройдено вместе с Борисом Федоровичем сотни километров по тундре, тайге, болотам и так далее. Выкопаны сотни разрезов, отобраны десятки монолитов. Борис Федорович проехал со мной в качестве штурмана, когда я была за рулем газели, почти что 80 тысяч километров. За те дискуссии. Я не очень покорная ученица, поэтому все время что-то пыталась иногда доказать свое за ту дискуссию, которую выдерживала. В общем, я думаю, что здесь нет слов, которыми могу передать благодарность. То, что я могла защитить диссертацию раньше, наверное, да. Но это была бы совершенно другая диссертация, а я была бы совершенно другой. Так что еще раз спасибо огромное всем членам диссертационного совета и всем гостям, которые пришли. И я всех приглашаю в Центральный музей почеловедения. Спасибо, Елена Юрьевна. Так, подождите, подождите. Мы можем поздравить Елену Юрьевну с присуждением учебной степени. И я, как председатель диссертационного совета, объявляю заседание закрытым. Благодарю всех за участие. Особую благодарность членам диссертационного совета, присутствующим на заседании онлайн. И особая благодарность членам диссертационного совета, приехавшим и нашедшим возможность присутствовать непосредственно на заседании ученого совета. Спасибо большое. Теперь я прошу отключить прямую трансляцию заседания. И на этом мы действительно заканчиваем наше заседание по присуждению ученой степени Елены Юрьевны. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Поздравляю.